Девушки отдыхают Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 В пятницу, 15 апреля 1927 года, бывший предводитель уездного дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов, как обычно, проснулся в половине восьмого. Сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки и, учтиво улыбая, сдвинулся навстречу вошедшей в комнату теща Клавдии Ивановны. Ипполит, сегодня я видела дурной сон. Слово сон было произнесено Клавдией Ивановной с французским прононсом. Да, вот так, сон или даже сон. Ипполит Матвеевич не любил своей тещи. Клавдия Ивановна была глупа. Её преклонный возраст не позволял надеяться, что она когда-нибудь поумнеет. Нет, нет. Ипполит Матвеевич, слегка раздражённый, вышел из дому на полную диковинного весеннего света улицу имени Губернского. А правую руку серебрили с гробы похоронного бюро Нимфа. Слева за волнистыми зеленоватыми стёклами угрюмо возлежали скучные дубовые гробы гробовых дел мастера Безенчука, владельца погребальной конторы, милости просим. Хотя похоронных дел было множество, но клиентура у них была небогатая. Мастер Безенчук пил горькую и даже однажды пытался заложить в ломбарде свой лучший выставочный гроб. Закладывал. Было дело. Взять не взяли, а зря. Теперь кусают локти. Против нашего товара ни одна фирма выстоять не может. Глазет Ставим раз кистями кантуемся два. У нас первый сорт прямо. В нём жить можно. безрадостно поглядев по сторонам, Ипполит Матвеевич двинулся дальше. Нужно сказать, что от систематических крахов своих коммерческих начинаний и от долговременного употребления внутрь горячительных напитков глаза мастера, как ему казалось, были ярко-жёлтыми и горели. Вот так. Горят неугасимым огнём. Ну, как у кота. Это всё? Нет. О главном. Как здоровье тёщеньки. Прекрасно. Прекрасно себя чувствует. Ну, дай Бог. Одних убытков сколько не сём. Туды. Куда? Туды я вов качель. В качель? В качель. Ага. Нимфа тоже интересуется. Не обращай внимания. Разве у них товар? Разве они могут аккуратно похоронить? Тем более старушку. они могут только всё делать и испортить. Да жива она жива, здорова. Что с ней станется? Ой. Эх, я только в том смысле, что мы кистями хантуемся. У нас что, не крупно, огурчик? Огурчик! Огурчик! Люди в городе Энн умирали редко. И Ипполит Матвеич знал это лучше кого бы то ни было. Потому что служил в ЗАГСе. В ЗАГСе, где ведал столом регистрации смертей и браков. Проворно натянув на рукавники, Ипполит Матвеич передал усам правильное направление параллельной линии стола и началось спокойное течение служебного дня. В этот день никто не тревожил стол регистрации и смерти и браков. В окно было видно, как мимо ЗАГСа осторожно прошелся мастер Безинчук. Он целыми днями шатался по городу, выпытывая, не умер ли кто. ТРЕВОЖДИТСКИ Живая, то дай ее в качель. Не понял? Да, да ты снова. Кунимов, Райзи, товар, тупи ее в качель. Кисть жидкая, а мы фирма. Основаны в 1907 году. У нас что не гроб, то огурчик. Обалдеешь ты среди своих гробов. Не обалдею. И Плит Матвеич влетел на крыльцо, и тут... Это необыкновенно важная деталь. Впоследствии он не раз вспоминал эту нечаянную встречу. Дома Ипполит Матвеич заметил излишнюю чистоту и режущий глаз беспорядок. Соседка агрономша Кузнецова объяснила все сразу. Ей хуже. Она только что исповедовалась. Сильнейший сердечный припадок. Не исключена возможность смертельного исхода. Тридцать два рубрика. Первый сорт. Можно в кредит. Апполит, помните вы наш гостинный гарнитур? Тот, обитый английским ситцем. В моем доме? Да, в Старгороде. Помню, отлично помню. А почему вы о нем вспомнили? В сиденье стула я зашила свои бриллианты. Как? Разве их не отобрали тогда во время обыска? Нет, я спрятала бриллианты в стул. А почему вы их не отдали мне? Как же было отдать вам бриллианты, когда вы пустили по ветру имение моей дочери? Как? Засадить бриллианты в стул? Стул на 70 тысяч, на котором неизвестно, кто сидит. В голове Ипполита Матвеевича творилось черт знает что. Зазвучали цыганские хоры. Задергались грудастые дамские оркестры. Многое представилось Ипполиту Матвеевичу. И лакейская преданность, и оранжевые упоительно дорогие кальсоны. И возможная поездка в Канны. Да. Ой. Попот Балкаюしя кровать. Ретью – знаюх год. В самойiedой земли по reachedу и propose кальонной плоску. Субтитры создавал DimaTorzok Исповедовав умирающую, отец Федор проделал остаток пути фривольным полуголову. Вот эдак. Батюшки, опять новое дело затеял. Ко священному успению вечный покой подай, Господи, и сотвори ему вечную память. Феденька, Феденька, что же ты учиняешь над собой опять? Тихо, тихо. Постряхаюсь. Феденька, родненький, не как к обновленцам решил податься, а? А почему, понимать, не перейти к обновленцам? Уходишь, да? Бросаешь, да? Бросаешь? Не бросаю. Ну, не бросаю. Бросаешь? Не бросаю. Бросаешь? Бросаешь! Через неделю, ей-богу назад. Ну, может быть, у человека дело. Не может. Ну, может быть. Нет. Но, может быть. Может быть, дело. Господи, бросай. Да не бросай. Бросай. Отцу Федору, человеку в обращении с ближними к Роткому, пришлось даже постучать кулаком по столу. Вот так. Господи. Нет, вот так. Так. Или даже нет. Вот как. Да. Как вы не понимаете, средство для волос. Для вращения, уничтожения, окраски. Какое-то вращение. Для окраски есть замечательное средство. Титаник. Получено с таможни. Контрабандный товар. Не смывается ни холодной, ни горячей водой, ни мыльной пеной. У вас керосин есть? Тсс. Есть. Так вот, керосином тоже не смывается. Радикальный черный цвет, флакон на полгода, цена 3 рубля 12 копеек. Однако. Возвратясь домой, Ипполит Матвеевич с омерзением стал поливать голову и усы Титаником. По квартире распространилась злобония. Радикальный черный цвет оказался с несколько зеленоватым оттенком. Но вторично красить было уже некогда. Ау! О! О, боже мой. Я уже не надеялась вас увидеть. Куда же вы запропастились? Я испросил отпуск двухнедельный законный. Я уезжаю. А че это вы такой зеленый? Потому что мне некогда. Я уезжаю по делам. Штаргард. В половине двенадцатого с северо-запада со стороны деревни Чмаровки В Старгород вошел молодой человек лет двадцати восьми. За ним бежал беспризор. Молчите, молчите, прошу, не надо слов. Поверьте, бродяги и поэту, На свете есть город моих счастливых снов. Не говорите, что его нету. Он знойный, он стройный, он жгучий. Брюнет, там солнце и музыка повсюду. Там все есть для счастья. Меня там только нет. Так это значит, что я там буду. О, рио, рио, рохот прилива, Шум прибоя южный размах. О, рио, рио, сколько порыва. Сколько зноя в черных очах. О, рио, 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 Дежанейро. О, рио, рио, о, мама мия, Потерпи, я прибуду на днях. Не скрою, быть может, я слишком доверял Рекламным картинкам из журналов. Быть может, обманчив мой хрупкий идеал, Но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит рай земной, Пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кружочек на карте мировой И вас с собою не приглашаю. О, рио, рио, рохот прилива, Шум прибоя южный размах. О, рио, рио, сколько порыва, Сколько зноя в черных очах. О, рио, рио, о, рио, рио, О, рио, Дежанейро. О, рио, рио, мама мия, Потерпи, я прибуду на днях. Дай, дай здесь копеек. Ну, дай здесь копеек. Дай здесь копеек, дай. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, Где деньги лежат? Это была историческая тирада. Хотя в момент ее произнесения Молодой человек еще не подозревал, Что фраза обречена на бессмертие. Действительно, это прозвучало эффектно. Еще раз. Дай, дай здесь копеек. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, Где деньги лежат? Молодой человек солгал. У него не было ни денег, Ни квартиры, где не могли бы лежать, Ни ключа, которым можно было бы Квартиру отпереть. У него не было даже пальто. В город молодой человек Вошел в полосатом пиджаке в талию. Его могучая шея была Несколько раз обернута Старым шерстяным шарфом. Ноги были в лаковых штиблетах, Апельсинового цвета. Носков под штиблетами Не было. Ну что, отец, Невесты в вашем городе есть? Кому и кобыла невеста? Больше вопросов не имею. Да. В таком доме И без невест. Наших невест Давно на том свете с фонарями ищут. Здесь государственная богадельня. Старухи здесь живут на полном пенсионе. Те, что до исторического материализма родились? Вот это верно. А что же в этом доме до исторического материализма было? Когда было? При старом режиме. А при старом режиме барин мой здесь жил. Буржуй? Нет, предводитель дворянца. Пролетарий, значит? Сам ты пролетарий. Я же тебе говорю, предводитель. Разговор с умным дворником, слабо разбиравшимся в классовой структуре общества, продолжался бы еще, бог знает, сколько времени, если бы молодой человек не взялся за дело решительно. Ну что, дедушка, хорошо бы вина выпить? А угостить? За мной не пропадет. Ну, договорились. Так я у тебя переночую. А хоть всю жизнь живи, раз хороший человек. Добившись так быстро своей цели, гость проворно спустился в дворницкую, снял апельсиновые штиблеты и растянулся на койке, обдумывая план действий на завтра. Звали молодого человека Остап Бендер. Из своей биографии он обычно сообщал только одну подробность. Мой папа был турецко-подданный. Сын турецко-подданного за свою жизнь переменил много занятий. Живость характера, решавшая ему посвятить себя какому-нибудь делу, постоянно кидала его в разные концы страны. И теперь привела в Старгород без носков, без ключа, без квартиры и без денег. Лежа в дворницкой, Остап Бендер отшлифовывал в мыслях два возможных варианта своей карьеры. Можно было сделаться многоженцем и спокойно переезжать из города в город, таская за собой новый чемодан с захваченными у дежурной жены ценными вещами. Однако этот проект имел и свои недостатки. Да. Низкий сорт. Нечистая работа. Но начать карьеру многоженца без дивного серого в разводах костюма было невозможно. Да. При случае этот вариант сулил многое. Музыка. 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 Странствуя по свету, словно птица Дайте кораблю минутный отдых, завтра он уйдет своим путем В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас Когда любовь само собой идет не вправь, живая нас с безумной силой Я тихо повторяю, поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой А в страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет Все-таки была, была одна минута той любви, какой уж больше нет Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас Когда любовь само собой идет не вправь, живая нас с безумной силою Я тихо повторяю, поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас За безумной силой я тихо повторяю, поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир Я не покину вас Тут только он заметил, что дворник уже давно о чем-то горячо говорит Оказывается, дворник предался воспоминаниям о бывшем владельце дома Праздник трешку давай Что ж барина твоего, шлепнули что ли? Зачем шлепнули? Никто его не шлепал, шлепнули Он сам уехал, сейчас я скажу, куда уехал И куда же твой барин уехал? А кто его знает, куда уехал? Ну, я сейчас сказал... У Париж, говорят люди... О, белые акации, цветы иммиграции, что ж твой барин, иммигрант? Сам-то иммигрант, иммигрант У Парижа, говорят люди, уехал У Париж, у Париж О, Париж А этот дом под старух забрали А их сколько ни поздравляю, гривенька не получишь О, барин был Барин еще О, барин из Парижа приехал У нас хоть и не Париж, но милости просим к нашему шалашу Здравствуй, Тихон, что это тебя взбрило в голову? Я приехал не из Парижа Отлично, вы приехали из Калагрива навестить свою покойную бабушку Это лично тебе здоровье приехавшего барина Быстро Спокойно, все в порядке Моя фамилия Бендер, может быть слыхали? Не слышал Ну, конечно, откуда же в Париже может быть известно имя Остапа Бендера? Остап! Тепло теперь в Париже? Хороший город У меня там сестра двоюродная Замужем Какая сестра? Двоюродная Что это чепуха? Какие сестры? Я приехал не из Парижа? Чудно, чудно, из Маршанска Ипполит Матвеевич никогда еще не имел дела с таким темпераментным молодым человеком, как Бендер и почувствовал себя плохо Ну, знаете, я лучше пойду Куда же вы пойдете? Вам торопиться некуда, за вами придут Ипполит Матвеевич не нашелся, что ответить и стал недружелюбно глядеть на Бендера Я вас не понимаю Это не страшно Через какую границу шли? Польскую, румынскую, финскую? Честное слово, честное слово, я подданный РСФСР В конце концов, могу показать паспорт При современном развитии печатного дела у них на Западе Подделать советский паспорт, это такой пустяк, которым даже смешно говорить Ипполит Матвей чувствовал сильную робость При мысли о том, что неизвестный молодой человек разболтает по всему городу, что приехал бывший предводитель Тогда всему конец, а могут еще и посадить Могут Я все-таки прошу, никому не говорите, что меня видели Могут и впрямь подумать, что я иммигрант Так он гениально, а кто вы такой, зачем вы сюда приехали? По какому? По личному И после этого будете утверждать, что вы не иммигрант Хорошо, я все объясню Кто вы такой? Хорошо, хорошо, я вам все, все объясню В конце концов, без помощника трудно подумал Ипполит Матвеевич А жулик он кажется большой, такой может быть полезен Я вас внимательно слушаю Ипполит Матвеевич рассказал Остапу Бендеру Первому встреченному им проходимцу Все, что ему было известно о бриллиантах со слов умершей тещи В продолжении рассказа Остап несколько раз вскакивал И восторженно восклицал Лед тронулся, господа присяжные заседатели Лед тронулся А уже через час оба сидели за шатким столом И упираясь друг в друга головами Читали длинный список драгоценностей Три нитки шлемчика, хорошо помню Две по 40 бусина, одна большая, 110 бриллиантовый кулон Клавдия надговорил, что 4 тысячи стоит в старинной работе Это подвеска, это браслеты, а это? Это фермуар, на который ушел урожай из 50 десятин Колье из 40-тысячной диадемы И Полит Матвеевич оглянулся По темным углам зачумленной дворницкой Вспыхивал и дрожал изумрудный весенний свет Бриллиантовый дым держался под потолком Жемчужные бусы катились по столу и прыгали по полу Драгоценный мираж потрясал комнату Выбор неплохой, камни, я вижу, подобраны со вкусом И сколько вся эта музыка стоила? Тысяч семьдесят семьдесят пять Теперь, значит, полутораста тысяч Только вы, дорогой товарищ из Парижа, плюньте на все на это Как плюнуть? Как же вам плюнуть-то? Слюной Как плевали до эпохи исторического материализма Сколько было стульев? Двенадцать гостинных гарнитур Давно сгорел ваш гостинный гарнитур в печах Это не может быть Спокойно, спокойно, спокойно За делами Русия заседание продолжается Кстати, нужно с вами заключить небольшой договорчик Согласен В случае реализации клада я как непосредственный участник концессии Технический руководитель дела получаю Шестьдесят процентов Сколько хотите мне предложить? Поймите, это пятнадцать тысяч рублей Вы пошлый человек Любите деньги больше, чем надо А вы не любите денег? Нет Зачем же вам такая сумма Шестьдесят процентов? Из принципа Шестьдесят процентов А больше ничего не хотите? Ага Нет, может сходить, чтобы я работал бесплатно Дал вам еще ключ от квартиры, где деньги лежат В таком случае, простите, у меня все основания полагать Что я один справлюсь со своим делом Ах так Так В таком случае, у меня есть не меньше оснований предполагать Как говорил Энди Таккер Что и я один справлюсь с вашим делом Мошенник Мошенник Астамбул холоден То есть, абсолютно Неповид Матвеич понял, какие железные лапы схватили его за горло Послушайте вы, господин из Парижа А знаете ли вы, что бриллианты почти что у меня в кармане Вы меня интересуете постольку, поскольку хочу обеспечить вашу старость Двадцать процентов Не мои харчи Двадцать пять процентов И ключ от квартиры Проймите, ведь это тридцать семь с половиной тысяч рублей Ну так и быть, пятьдесят процентов Половина моя, половина наша Ведь это же грабежствие бела дня Ну хорошо Только из уважения к личности Бывшего предводителя В дворянство я готов работать из сорока процентов Лёд тронулся Тронулся По рукам Уязный предводитель Каманчий Я не потерплю никаких Каманчий Ну хорошо Я буду называть вас фельдмаршалом Ваше высочество Что такое? Необходимо немедленно выработать диспозицию Знать в чьи руки попала ваша мебель Вот об этом наверняка знает Тихон На Муромской дорожке стояли Пролетарий умственного труда Работник метле Так он гениально Ваш дворник Большой пошляк Разве можно так напиваться на рубль? А вот представьте себе Послушай, Тихон Голубчик, не знаешь ли ты дружок Что стало с моей мебелью С тем гостинным гранитуром из двенадцати стюльев С гранитуром? Из семнадцати стюльев Из двенадцати стюльев На Муромской дорожке стояли Придется отложить опрос свидетеля до утра Будем мрать живьем А теперь спать Спать О, жилет Прямо на продажу Продайте Не знаю, право Ну да ладно Восемь рублей Восемь рублей Это Хорошо Деньги после реализации нашего клада Нет, я так не могу Пожалуйста, тогда обратно Что за лавочничество? Начинать полутора-стотысячное дело и ссориться за восьми рублей Учитесь жить Шикарно Хорошо Выдано Остапу Бендеру восемь рублей Ну, вы уже открыли мне лицевой счет Интересно После этого Остап заснул беззвучным детским сном Было холодно, но помещение согревало с молодым, полным трепетных идей, телом великого комбинатора Ему снились сны в весенней фиолетово-сиреневой дымке Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого и направился к умывальнику Он умывался с наслаждением, отплевывался и тряс головой Вытираться было тоже приятно Но отняв от лица полотенце, Ипполит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы Вы с ума сошли? Аптекарь говорил, что это радикальный черный цвет, что это Титаник, контрабандный товар Контрабандный? Всю контрабанду делают в Одессе, на Малой Арнаутской улице Жить с такими зелеными усами в Советской России не рекомендуется Голову попробуем отмыть, усы придется сбрить Иди ко мне, родной Не бойся, это еще не белая горячка Отвечайте, дедушка, что вы знаете о мебели вашего барина и конкретно о 12 стульях из гостиного гарнитура Чистосердечное признание облегчит вашу участь Начал хорошо, не разменивайся на детали, говори главное Весной 1918 года вся наличная мебель была отвезена в уездный жилотдел А, может ведь А кроме одного стула, который забрал завхоз второго дома соцобеса Стул здесь, в доме Так точно, стул у богодельни на первом этаже стоит У помещения культурно-массового сектора Больше вопросов нет Быстро на опохмелку Будем брить И немедленно Я не могу Почему? Это невозможно Усы вам дороги, как память Все равно не могу Ну тогда сидите здесь в Дворницкой А я пойду за стульями, тем более, что первый стул находится над нашей головой Бурейте Только с этой немножечко Оставлю все, что в моих силах Не забудьте записать на мой дебет 2 рубля За бритье и стрижку Почему же так дорого? Везде стоит 40 копеек За конспирацию, фельдмаршал Ага Я по следам в жилотдел, вы к старухам Я не могу Мне тяжело будет войти в свой собственный дом Но волнующая история, барон-изгнанник Ладно Идите в жилотдел А здесь поработаю я Господин фельдмаршал Взгляните на эту вещь Она? А? Он Один шанс из 12 Не так уж мало Сборный пункт в Дворницкой Парад Але ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 В чем дело, товарищ? Я вас спрашиваю В чем дело? Песни народностей? Ну, что ж, неплохо, неплохо Инспектор пожарный, инспектор пожарной охраны Простите, а я завхоз Второго дома старсобеса Вообще, заведующий совещаю Вот Вот вы-то мне И нужны Очень приятно А, нет, нет, Александр Яковлевич Об этом человеке следует сказать особо Завхоз 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 второго дома старсобеса Был не просто ворюга Он был застенчивый ворюга Все существо его протестовало против краж Но не красть он не мог Он называл жену Сашхин Она звала его Альхин Цвет не видывал еще такого голубого воришки Как Александр Яковлевич Он крал И ему было стыдно Крал он постоянно Постоянно стыдился И поэтому его хорошо бритые щечки Всегда горели румянцем Смущения Стыдливости Застенчивости И конфуза Субтитры сделал DimaTorzok 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 Не придет. Всю капусту сожрали. Новая партия старушек. Это сироты. Дети по Волжье. Тяжелое наследие царского режима. Это сироты. Не изволите ли отобедать кабинете? Прошу познакомиться. Это моя жена. Это товарищ из губ пожара. Очень-очень рада. Я рад нашему знакомству, ибо ирония судьбы, неспославшая нам этот своего рода сюрприз... Остап, неожиданно для себя, объявил ей такой длиннющий, и двусмысленный комплимент, что даже не смог довести его до конца, несмотря на все старания. Прошу, товарищ отобеда, чем Бог послал. Чем Бог послал? Не применусь. Прошу вас. Пожалуйста, чем Бог послал. В этот день Бог послал Александру Яковлевичу зубровку, домашние соленья, свежие овощи, разнообразные закуски, украинский борщ, курицу и домашнее суфле. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий Курасов, а где же ваши усы, уважаемый Матвеич? А где же ваш броня, святой отец? Это не ваше имущество. А чье же это имущество? Это ваше. Не ваше, не ваше. А чье же, чье же? Это не ваше имущество, не ваше. А чье же, тогда это имущество? Н하 нанatos национализирована. Нас национализирована? Кем национализирована? Советской властью. Кем национализирована? Советской властью. Свой какой властью, властью трудящихся. Властью рабочих и крестьян. Да, да. Да. Ай! 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 Мне многое... Понравилось в вашем кефирном заведении. Но почему такой скудный инвентарь? Я совершенно не видел хорошей мебели. Как же? У нас в красном уголке есть прекрасный стул. Но я не видел вашего красного уголка. Кстати, как он в смысле пожарной охраны? Не подкачает? Так... Придется... осмотреть. Прошу. А где же наш стульчик? Так, здесь нет. Здесь нет, здесь нет, здесь нет. Нет стула. Странно. А где он может быть? Сегодня утром он был здесь. Я его видел своими собственными глазами. Смешно даже. Простите, я посмотрю вестибюли. Протельникам дом поселил, обжирают. Протельникам поросят молоком кормят. Сейчас стул! Ты кому продал стул? Перекупщику. Адрес! Я его видел первый раз в жизни. Первый раз в жизни. Ей-богу. Слушай меня, жертва аборта. Перекупщик блондин или брюнет. Быстро рост приметы. Я не знаю. Я старался не смотреть его в глаза. Я даже отворачивался. Почему? Мне было стыдно. Статья 114 Уголовного кодекса. Дача взятки лицу при исполнении служебных обязанностей. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Ну что, батюшка, нашли? А вы? Вы, батюшка, аферист, я в морду побью. Руки короткие. Вы просто батюшка-ворюга. Чего же я вас украл? Использовали в своих интересах тайну исповеди. Очень хорошо. Вскоре на место происшествия неожиданно прибыл сам технический директор и главный руководитель концессии. После его появления отец Федор предупредительно занял удобную позицию в глубине пустыря. Стул из богадельни. Он использовал в своих интересах тайну исповеди. Здесь Ипполит Матвеевич сообщил главному концессионеру обо всех подлостях отца Федора. Кислое дело. Пещера Лихтвейса. Таинственный соперник. Надо его опередить. Я его. Что вы его? Что вы его? Опережу, подумал Ипполит Матвеевич, но промолчал. Однако его душа наполнила с уверенностью, и он неожиданно предложил. Морду бы ему набить. Морду мы ему пощупать всегда успеем. Сейчас важно отыскать следы остальных одиннадцати стульев. А когда же будем бить морду? Во второй серии. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Дом номер семь. По Перелешинскому переулку не принадлежал к лучшим зданиям Старгорода. В доме было всего три украшения, но чисто коммерческого характера. С одной стороны дома висела лазурная вывеска «Одесская бубличная артель. Московские баранки». С другой стороны двора имелась дощечка с намалеванными на ней буквами моды и шляпы. И, наконец, неподалеку белела жестянка слесарная мастерская. Починка примусов. Полисов В.М. Слесарь-интеллигент со средним образованием. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хозяйка модной и шляпной мастерской Елена Станиславовна Боур, прогорев на монофактурных спекуляциях, в последнее время все чаще прибегала к другому, не менее увлекательному роду занятий. Должна вас предупредить девушка, что за сеанс меньше 50 копеек я не беру. Вдова, не знавшая преград в стремлении отыскать нового мужа, согласилась платить установленную цену. Угу. Только мне, пожалуйста, и будущее. Вас надо гадать на даму треф. Ну, и всегда была червоная дама. Ах! Черновое определение вдовьей судьбы было дано уже через несколько минут. Вдову ждали большие и мелкие неприятности, а на сердце у нее лежал трефовый король, с которым дружила бубновая дама. Набила гадали по руке. Линия жизни простиралась так далеко, что конец ее заехал в пульс. И если линия говорила правду, вдова должна была бы дожить до страшного суда. Все это гадалка объясняла вдове, употребляя слова и термины, принятые в среде графологов, хиромантов и лошадиных барышников. Окрыленная вдова зашагала домой, а гадалка, сбросив карты в стол, зевнула, показав пасть 50-летней женщины. Если бы Ипполит Матвеевич увидел ее сейчас, то никогда не узнал бы Елены Боур, старой своей возлюбленной, о которой секретарь суда сказал стихами, что она, к поцелуям зовущая, вся такая воздушная. Зевнув, мадам Боур вышла во двор, где ее приветствовал Виктор Михайлович Полесов, слесарь-интеллигент со средним образованием. Ну, до чего дожили, а? Вчера весь город обегал, плашек пять восьмых достать не мог. Нет! Ха! Нет у них, а! Нет! А трамвай собирается пустить! Елена Станиславовна, имевшая о плашках в пять восьмых дюйма такое же представление, какое имеет о сельском хозяйстве слушательница хореографических курсов имени Леонардо да Винчи, все же посочувствовала. Какие у них магазины? Какие у них трамваи? Действительно, какие у них трамваи? Здесь стекла даже не в резине ставят. Ну, вот вам и трамвай. Лично я на него не сяду. А я сяду? Я не сяду. Это же харьковская работа. Она же... А кто сядет? Я не знаю, Леонардо. Я уже вам сказала. Она версты не протянет. Тем более нет плашек. Да у них надо плашки трех восьмых иметь, трамвай. А то... Трамвай, трамвай! Плашек нет! Среди кустарей, которыми изобиловал Старгород, Виктор Михайлович Полисов чаще других попадал в просара. Причиной этого служила его чрезмерно кипучая натура. Это был кипучий лентяй. Целыми днями он бегал по городу, распоряжался, давал ценные советы. Ему было не до работы. Их не было. А кто так раствор кладет, а? Ты что, не вижу, ты неровно кладешь? А? Ну-ка, дай-ка сюда. Уйди отсюда. Уйди, чтобы я тебя вообще не видел! Ай! Ай! Да-да-да! Это что у тебя стружка, да? Ну-ка дай-ка Рубанок. Уйди отсюда. Уйди, чтобы я тебя не видел! Ты как контакты подгоняешь? Ты что, не видишь, что ее напряжение совпадает? А? Ну-ка, дай, уйди. Уйди, раз напряжение ничего не понимаешь. Что же ты морду не предупредил, что она у тебя под напряжением? Однако венцом академической деятельности слесаря-интеллигента была эпопея с воротами дома номер семь. Полесов обязался привести железные ворота дома в полный порядок. Два дня у него ушло на расклепку ворот, после чего Виктор Михайлович совершенно охладел к воротам. Больше всех от этой затеи пострадал дворник дома номер семь. Он потерял свой еженочный заработок. Ворот не было, нечего было открывать. И загулявшим жильцам не за что было отдавать свои гривенники. Многочисленные свидетели утверждали, что вначале со двора таинственным образом стало исчезать мокрое белье. Затем в раскрытом Настюш дворе стали происходить другие ужасные события. Говорят, стали пропадать вещи. Однажды вечером случилось страшное. Говорят, что злоумышленники будто бы унесли даже закипающий во дворе самовар. Музыка. 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 Одно время Полисову казалось даже, что он лично принимал участие в погоне Которая, по его словам, ему едва не стоила жизни При наличии отсутствия пропитанных шпал, это будет не трамвай, это будет одно горе Слушайте, вы знаете, кого я сегодня видел? А? Воробьянинова Ипполит Матвеевича Хан хрена Хан хрена Ворюхи в этом доме живут Дармоеды Ну ведь, как одюка, среднеобразование имеешь Извините, это за мной Ворота будет требовать хам Стойте так, только умоляю, не шевелитесь А я пока спрячусь в колонец Я ходю как, смотреть не буду Ведь слесаря опять нету Ах, я не знаю, я ничего не знаю А кто знает Кто знает Парламентарные выражения Дворник богат и перемежал нецензурными словами, которым он отдавал предпочтение Слабое женское сословие Слабое женское сословие густо обступившее дворника очень негодовало, но не отставало от него ни на шагу Когда опасность миновала, Виктор Михайлович и Елена Станиславовна продолжили прерванную беседу Хам! 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 Я тебе покажу, мерзавец, а! Вы заманили о себе хамы, мерзавцы, а! Будет! Слушайте лучше, что я вам скажу Ну Вы действительно убеждены, что видели воробьянина Да говорю, что это был он, он, но только без усоп Хам, мерзавец! Господи! Воробьянина, воробьянина! Зачем он сюда приехал, как вы думаете? А как вы думаете? Уж во всяком случае не с большевиками договоры подписывать Он подвергает командности Хам, мерзавец! Да Ха! Елена Станиславовна, усы даром не сбривают Он прибыл из-за границы Ну, безусловно С какой целью, как вы думаете? Ну, не будьте ребенком Мне все равно, я должна его увидеть Ну, вы знаете, чем рискуете? Мне все равно, я должна его увидеть После десяти лет разлуки Я должна увидеть Ипполита Матвеевича Я вас умоляю Найдите его, узнайте где он Вам это нетрудно, вы везде бываете Передайте ему, что я хочу его видеть, слышите? Передам Я найду его и свяжусь с ним На второй день компаньоны убедились, что жить в Дворницкой больше неудобно Неудобно, это не то слово Бурчал Тихон, совершенно обалдевший После того, как увидел барина Сначала черноусым, потом зеленоусым А под конец и совсем почти без усов В Дворницкой стоял тяжелый запах Распространяемый новыми валенками Тихона Старые валенки стояли у печи И воздуха тоже не озонировали Считаю вечер воспоминаний закрытым Вечер закрыт? Надо переезжать в гостиницу Этого нельзя Почему? Ехал-ка у тебя Нам придется прописаться Что? Паспорт не в порядке Паспорт? Что паспорт? Где паспорт? Паспорт в порядке Но мои фамилии в городе хорошо знают Поэтому толки А фамилия Михельсон вам подходит? Не надо так говорить Не надо так говорить Больше он не вернется Михельсон! Какой Михельсон сенатор? Михельсон, член союза софторгслужащих Я вас не пойму Это отсутствие технических навыков Не будьте божьей коровкой Конрад Карлович Михельсон Михельсон, сорока восьми лет Беспартийный холост Член союза с двадцать первого года В высшей степени нравственная личность Неудобно ли? В сравнении с нашей концессией Это деяние, хотя и предусмотрено Уголовным кодексом Имеет вид невинной Детской игры в крысу В меблированных комнатах Сорбонны Пришлось поселиться в номере за рубль восемьдесят За час до этого события Остапу удалось получить все интересующие Его сведения А именно Домашний адрес Заведующего архивом В архламе Коробейникова Бывшего чиновника Канцелярии Градоначальства Итак, кто наносит вид архивариусу? Я думаю, что... Вы хотите сказать, что доверяете Это техническому директору концессии Я вас правильно понял, Конрад Карлович Пожелайте мне удачи, фельдмаршал После ухода технического директора Ипполит Матвеич стал в волнении Прохаживаться в ущелье между кроватями В этот вечер решалась его судьба Если удастся достать копии ордеров По которым распределялась изъятая из воробьянского особняка мебель Дело можно считать наполовину удавшимся И так сегодняшний висит Бендера Решал судьбу всего предприятия Жизнь, судьба Что вы знаете о моей судьбе, господа присяжные заседатели Что вы знаете о жизни сына турецко-подданного Его жизнь, господа присяжные заседатели Это сложная штука Но эта сложная штука открывается просто, как ящик Нужно только уметь его открыть Кому? Гражданину Коробейникову Зачем? По личному делу Вы служили в архиве старкомхоза? А до этого в жилотделе? Я всюду служил А также в канцелярии градоначальства А позвольте узнать, чем обязан? Я Воробьяниного сын Предводителя? Его Он что же жив? Папа умер А посему Я бы хотел приобрести что-нибудь из мебели покойного папаши Это сложное дело Это ведь только Обеспеченному человеку под силу Вы то чем занимаетесь? Свободная профессия Собственное мясо-хладобойня на артельных началах в Самаре Да Прыткий молодой человек Да Старичок-то типичная сволочь Ну что Старая Грымза Будем дальше Волынку тянуть? Ну так вот Просьбу вашу Выполнить трудно Но можно Потребуются расходы Небольшая сумма Ближе к телу Как говорил Мо Пассон Сведения будут оплачены Рублика в семьдесять положите? Ишь ты Че ж так много-то? Овес нынче дорог Извольте шутить Что ты, милый Это еще не шутка Шутка будет позже Собственное мясо-хладобойни, говорите Вас одолели сомнения? Напрасно Уймитесь сомнения страсти Замри безнадежное сердце Деньги при вас Сомневаться в наших деньгах Болез�� Эк 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 КОНЕЦ Ого, полный архив на дому. Да, совершенно полный. Совершенно полный. Вот, да. Я ведь это так, на всякий случай. Коммунхозу он не нужен, ну, а мне может на старости лет и пригодиться. Живем-то ведь, как на вулкане. Все может произойти. Кинутся тогда люди искать свои мобиля. А где они, мобилят? Вот они. Здесь, здесь, здесь мобиля. А кто сохранил? А кто уберег? Корабельников. КОНЕЦ А вот возвратятся господа. Да, спасибо и скажут старичкам. Помогут на старости лет. А мне ведь многого-то не надо. Да, мне по десяточке подадут за ордерок. И на том спасибо. Дивная канцелярия, вы просто герой труда. Да, да, тут все, весь старгород здесь, здесь вся мебель, все пронумеровано, все пронумеровано. У кого когда взято, кому когда, отдано, вот так. А вот эта вот, алфавитная книга, да, это зеркало жизни. Как вы сказали? Я говорю, зеркало жизни. О, КОН гениально. Да, тут все, все. Вот взять хоть пример вот кого. Ну, хоть купца, купца первой гильдии Недомухина. Вот берем взяту у Недомухина 18 декабря 1919 года рояль Бекер за номером 97-97-12. 0-12. 0-12. Да. А кому дано? Смотрим отдел распределения. Куда пошел рояль? Куда пошел рояль? Пошел рояль в Собес во второй дом с соцобеспечения. Что-то я не видел там рояля за номером 97-012. Ближе к делу. Буква В. Воробьянинов. Сейчас, сейчас. Сейчас будет. Вот сейчас будет и Воробьянинов. Вот есть Воробьянинов. Батюшка ваше царство ему небесное. Да. Базы китайские маркированные. Четыре штуки. Четыре. Четыре вазочки у нас было всего. Ковров обрисованных восемь. Правильно? Да-да. Габеллен пастушка один. Да, это был один. Это на всю жизнь. Правильно. Слева напротив кулички он у меня. Гостиный гарнитур двенадцать мест. Мастер Гампса работы. Точнее Гампса. 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 Кому Роздано? Кому Роздано? Кому Роздано? Стол круглый, стол один во второй дом Собеса. Ну-ну. Так, сейчас, 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 сейчас. Вот еще один стул. Товарищу Грыцацуеву, как инвалиду империалистической войны, по его заявлению. Так, так, ну вот. Остальные десять стульев в Москву. Музей мебельного мастерства, согласно сокулярного распоряжения, дарком просып. Тут, хвалю, тут вся ваша батюшки мебель. Вся. Куда мне вся? Ограничимся, папаша, гостинным гарнитуром. А, хорошо. Хорошо. Вот, значит, тут пять ордеров. Один на десять стульев, два по одному. Извольте видеть, все, все в порядке. Где что стоит, все известно. На корешках, собственно, ручной подписи. Так что, в случае чего, чего, никто не отопрется. В случае чего, никто не отопрется. Вот, может быть, вы желаете еще гарнитур генеральша Поповой? Нет, знаете, как-то мебель генеральша Поповой меня интересует значительно меньше. Тоже гамс. Интересует, но меньше. Так, расписочку писать можно? Пишите, пишите, борец за идею, пишите. Я, простите, движим исключительно любовью к усопшему родителю. Ах, воспоминания детства. Помнится, игрывал я в гостиной, на ковре Харасан, глядя на габеллен-пастушка. Золотое время, гостинным гарнитуром и ограничимся. Граждане, родные, дочка, не скажешь, как мне найти господина Коробейникова? Вон там. Благодарствую. Вашу руку, правитель. Если бы не такие люди, как вы, жизнь была бы скучна. Будьте в Самаре, не применить, заглянуть. В вашем распоряжении яхта и флигель с прислугой. А деньги? Деньги! Тише. Ты дурак. Тебе же сказали, завтра. Значит, завтра. Извините, великодушная. Имею превеликий интерес касательно мебели. Господин Воробьянин. Вот еще один шутник. Только на этот раз шутить буду я. После возвращения технического руководителя концессии, настроение у Ипполита Матвеевича резко улучшилось. Он вышел в коридор и стал прогуливаться. Однако. В другом конце коридора вскоре появилась бывшая духовная особа, заполучившая от Вартоломея Коробейникова ордера на гарнитур генеральши Поповой. В этом подлом обмане и состояла обещанная архивариусом шутка. Соперники несколько раз встречались и, победоносно поглядывая друг на друга, следовали дальше. В конце коридора оба разом поворачивали и снова приближались. Наконец, во время пятого рейса Ипполит Матвеевич не выдержал. «Здравствуйте, батюшка!» Сказал он с невыразимой сладостью. Отец Федор собрал весь сарказм, положенный ему Богом, и ответствовал. «Доброе утро, Ипполит Матвеевич!» «Не ушиб ли я вас во время последней встречи?» «Нет, а чего же? Очень приятно было встретиться. А бедня, небось, больше вы уже не служите. Идеешь служить, прихожане разбежались по городам. Сокровища ищут. Заметьте, свои сокровища. Свои, свои, национализированные. Ипполит Матвеевич хотел сказать какую-нибудь гадость и даже открыл для этой цели рот, но выдумать ничего не смог. И рассерженно проследовал в свой номер. Вечная память! Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще? Что вы молчите, как архиерей на приеме? Сам дурак! Остап наклонился к замочной скважине и, приставив корту ладонь, сказал фразу, ставшую впоследствии знаменитой. «Почем опиум для народа?» В ту же секунду из замочной скважины выскочил и заерзал карандаш, острием которого отец Федор пытался ужалить противника. Враги, разделенные дверью, молча стали тянуть карандаш к себе. Победила молодость. Так, лед тронулся, присяжные свидатели. Преступник к выработке диспозиции, фельдмаршал. Ордер Гобелен-пастушка. Один. Ручная работа. Этот Гобелен я купил у петербургского антиквара, а этот стол, как видно, от гарнитура. Дайте сюда столик, к черту столик. Остаются два ордера. Один на 10 стульев, выданный музею в Москве, другой на один стул гражданин Грицацуеву в Старгороде по улице Плеханова, 15. Готовьте деньги, фельдмаршал, возможно, в Москву придется ехать. Да, но ведь тут, тут же тоже есть стул. Один шанс из 10, чистая математика. И то, если гражданин Грицацуев не растапливал им буржуеву. Ну, не шутите, так не надо. Ничего, ничего, Либорфатор Конрад Харлович, ничего, он же Михельсон, он же Воробьянинов, он же фельдмаршал, он же предводитель Каманчи. Ничего, найдем, святое дело. Батистовые портянки носить будем, крем-марго кушать. Да, ну, мне почему-то кажется, что драгоценности находятся именно в этом стуле. А, вам кажется? Что вам еще кажется, ничего? Ладно, предоставим небо птицам, а сами обратимся к стульям. Я измучен желанием поскорее увидеться с гражданином Грицацуевым, улица Плеханова, 15. Марш вперед, труба зовет. Проходя мимо двери отца Федора, мстительный сын турецко-подданного пнул ее ногой и повторил известную фразу. Так почем опиум для народа? Слышали? Как бы он за нами не пошел. После сегодняшнего свидания министров на яхте никакое сближение невозможно. Он меня боится. Меня тоже. Хе-хе. Улица Плеханова, 15. Это она. Может быть, она сейчас сидит именно на этом стуле. Плеханова, 15. Ну, как же этот стул достать? Может быть, купить? Не говоря уже о совершенно непродавительном расходе, это вызовет толки. Почему только один стул? Почему именно этот стул? Ну, что же делать? Не волнуйтесь, Вен Михельсон. Операцию я беру на себя. Ему нужно выкрасть. Ни в коем случае. Выкрасть. Технику этого дела знаете? Нет, но его нужно выкрасть. Для предводителя дворянства у вас слишком мелкие масштабы. Выбросьте это из головы. Это типичное пижонство. Грабить бедную вдову. Но ведь хочется как-то скорее. В этот момент великий комбинатор изрек еще одну известную фразу, впоследствии широко разошедшуюся в народе. Скоро только кошки родятся. Я женюсь на ней. Но мадам Грицацуевой, чтобы спокойно, без шума покопаться в стуле. Это же большая жертва. Что не сделаешь для блага концессии? Мое счастье, а что же ты? На всю жизнь большая жертва. Это очень большая жертва. Жизнь, жертва, что вы знаете о жизни и о жертвах. Вы думаете, что если вас выселили из особняка, вы знаете жизнь? Если вас реквизировали поддельную китайскую вазу, это жертва. Жизнь, господа присяжные заседатели, это сложная штука. Открывается просто, как ящик. Нужно только уметь его открыть. в какой час? Пять часов утра. И вы женитесь на ней? Теперь я уже должен жениться, как честный человек, знойная женщина. Мечта поэта. Такая провинциальная непосредственность. В центре таких субтропиков давно уже нет. Но на местах и на периферии еще встречаются. И когда же свадьба? Послезавтра. Завтра нельзя. У них 1 мая все закрыто. А как же с нашим с нашим делом? Вы женитесь, она, возможно, придется переехать в Москву. Что вы волнуетесь? Заседание продолжается. А жена? Бриллиантовая вдовушка. Внезапный отъезд по вызову из центра. Небольшой доклад в малом совнаркоме. Прощальная сцена на вокзале. Слезы. Цыпленок в дорогу. Поедем с комфортом. Спите, вельмаршал. Что это? День международной солидарности. Я понимаю. А что они там несут? Чучело английского министра Чемберлена. А это? Сводная колонна физкультурников допризывники-пионеры колонна работников Собеса. О, мой застенчивый друг. От агиду британских морей Красная армия Всех сильней. Справедливая мысль. Я целиком ее разделяю. Так будь же красная Пожимает яростно Свой штык мозоли Чистой рукой И это не вызывает возражений. Огорчает другое. Куда девался Рояль Беккер За номером 97-012. Повторная дача взятки Должностному лицу. Статья 13. Пункт. 114-я Он Свободный. Так будь же красная. За нами следят, уверяю вас, вон тот тип вчера весь день пялил на меня глаза а сегодня буквально ходит за нами по пятам. А чуть что прячется. Еще одна конкурирующая организация маловероятна. Впрочем, не мешает проверить. За мной Старбонну. В чем дело? Ни в чем. А что вам нужно? Ничего мне не нужно. О, добрый день, господин Наполит Матвеевич. Добрый день. Имею чести. А вы не беспокойтесь, я пеленная Станиславная. Как она здесь? Да. И очень хотел вас видеть. Да, но откуда она узнала? Я был в горком хозе и сразу вас узнал. Ага. Вы не беспокойтесь, все будет тайно. Тайно? Тайно. Знакомая женщина? Старая знакомая. Может, поужинаем у старой знакомой? Пожалуй, пожалуй. Я вам гарантирую, что все будет тайно. Ведите нас к ней, таинственный незнакомец. Минуточку. Это наш друг. Сам дурак! Когда женщина стареет, с ней могут произойти многие неприятности. Могут выпасть зубы. Посидеть и поредеть волосы, развиться одышка, может нагрянуть тучность, может одолеть крайняя худоба, но голос, голос у нее не изменится. Он останется таким же, каким был у нее гимназисткой, невестой или любовницей молодого повесы. Да-да. Голос его любовницы был тот же, что и в 99-м году перед открытием Парижской выставки. Но, войдя в комнату, Ипполит Матвеевич увидел, что от былой красоты не осталось и следа. Как вы изменились. Спасибо. Я знаю, чем вы рисковали, придя ко мне. Вы все тот же великодушный рыцарь. Я не спрашиваю вас, зачем вы прибыли из Парижа. Видите, я не любопытна. Но я приехал вовсе не из Парижа. Мы с коллегой прибыли из Берлина, но об этом не рекомендуется говорить вслух. Как я рада вас видеть. И я безумно рад. Вы помните, Ипполит Матвеевич? А помните, Елена Станиславовна, выборы в городскую управу? О-о-о. Нет, выборы вспоминать не будем. Кажется, наступил психологический момент для ужина. В Берлине есть странный обычай. Там едят так поздно, что нельзя понять, что это поздний обед или ранний ужин. Мы заболтались с вами, друг мой. Я бегу на кухню. А теперь действовать, 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 сказал Остап, понизив голос до степени полной нелегальности. Действовать! Старуха не подкачает, надежная женщина. Э-э-э... Ваше политическое крадо? Всегда. Всегда? Всегда. Надеюсь, вы кирилловец? Так, точусь. Россия вас не забудет. Великий комбинатор чувствовал вдохновение, упоительное состояние перед вышесредним шантажем. Он прошелся по комнате как барс. В таком возбужденном виде его застала Елена Станиславовна. Он принял на ходу самовар и поставил его на стол. Самовар свистнул, Остап решил действовать. Мадам, мы счастливы, так сказать, видеть в вашем лице. Ибо, так сказать, в вашем лице, мадам, ибо... он не знал, кого именно он счастлив видеть в лице Елены Станиславовны, изо всех пышных оборотов царского режима вертелось в голове только какое-то милостиво повелевать соизволил, но это было не к месту. Поэтому начал деловито. Строгий секрет и государственная тайна. Вы знаете, кто этот мощный старик? Это гигант мысли, отец русской демократии и особо приближенная к императору. Наших в городе много. Каких? Наших. Каково настроение? Ну, смелее. Смелее, смелее. Лашек пять восьмых нет. Нет их. А трамвай хотят пускать. А шпалы, шпалы, шпалы пропитать не могут. А дворник хам, хам. Он с меня ворота требует. Он мне поразил расклепать. Я ему расклепал. Даже он еще хочет. Так он стал меня обзывать, обзывать. До чего же дошел Витька Ганюка с средним образованием. Видите ли? Да, я обдам. Этого мы так не осталим. Это мы им запомним. Видите ли, он мне встал, Витька Ганюк. Тихо. Витька Ганюка, видите ли? Тихо. Елена Станиславовна, голубушка, с вашей помощью мы хотим связаться с лучшими людьми города, которых злая судьба загнала в подполье. Кого можно пригласить? Кого же можно пригласить? Может быть, Максим Петровича с женой? Без жены. Действовать! 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 Я бегу за Максимом Петровичем, Никише и Владе, и вы за Кислярским. Так. Так. Что это значит? Это значит, что вы отсталый человек. Почему? Потому что, простите за пошлый вопрос, сколько у вас есть денег? Каких денег? Доллары и стерлинги не в счет. Сейчас меня интересуют только советские деньги, включая серебро и медь. Какая медь? У меня всего 35 рублей. И с этими деньгами вы собираетесь окупить все расходы по нашему предприятию? Вот что, дорогой патрон, мне сдается, что вы меня понимаете. Вам придется побыть часок гигантом мысли и особой приближенной к императору. Зачем? Затем, что мне нужен оборотный капитал. Завтра моя свадьба. Я не нищий. И хочу пировать в этот знаменательный день. Что же я должен делать? Вы должны молчать и иногда для важности раздувать щеки. Все! Ведь это же обман. Это кто же это говорит-то? Это что ж, граф Толстой или, может быть, Дарвин? Я слышу, это из уст человек, который еще вчера собирался украсть у бедной вдовы Грицацуева ее мебель. Не задумывайтесь. Молчите. Не забывайте раздувать щеки. Все! К чему ввязываются такие дела? Ведь могут донести... Об этом не беспокойтесь. На плохие шансы я не ловлю. Все будет поведено так, что никто ничего не поймет. Идут гости. Пейте чай. Музыка. Какая еще музыка? Пора далее. Никеша и Владя пришли вместе с Полисовым. Виктор Михайлович не решился представить молодых людей гиганту мысли. Они засели в уголке и принялись наблюдать за тем, как отец русской демократии ест холодную телятину. Музыка. Никеша и Владя были вполне созревшими недотепами. Каждому из них было лет под 30. Бывший гласный городской думы Чарушников долго тряс руку Ипполит Матвеевичу и заглядывал ему в глаза. Вы в каком полку служили? Я, так сказать, вообще не служил. Дворянин? Да, был. Надеюсь, остались. И теперь крепитесь. Нам потребуется ваша помощь. За границей нам поможет. Запад с нами. Запад с нами. Юношей в каком полку служили? Придется послужить отечеству очень хорошо. Полная тайна вкладов, то есть организации. Остапа несло. Дело как будто налаживалось. Владельцу артели быстро упак дядь ему, Остап предложил крепиться, обещал содействие за границей и полную тайну организации. Первым чувством владельца артели быстро упак было желание как можно скорее убежать. Но, оглядев ловкую фигуру Остапа, он заколебался. Последним пришел гражданин Кислярский, который сразу уяснил себе положение вещей. Крепитесь. Кислярский пообещал. Вы как представитель частного капитала не можете остаться глухим к стонам народа. Кислярский сочувственно загрустил. Вот это гигант мыслей. Отец русской демократии. В лучшем случае два года со строгой изоляцией. Позже ну зачем ты сюда пришел? Тайный союз меча и орала. Куда ты? Десять лет, не меньше. Впрочем, вы можете уйти, но предупреждаю, у нас длинные руки. Может быть, еще откуплюсь, дам рублей пятьдесят и листов. Не меньше. Жизнь диктует свои законы. Я не стану говорить вам о цели нашего собрания. Она вам известна. Цель святая. Отовсюду мы слышим стоны. Перестаньте стонать. Мы должны протянуть руку помощи. И мы ее протянем. Но эту руку мы протянем не всем, господа. А только маленьким беспризорным детям. Красиво. Тут не придерешься. Помогал детям. Ибаста. Золотая голова. Конспиратор. Я приглашаю вас, господа, делать свои взносы. Ипполит Матвеич подтвердит мои полномочия. Попрошу делать взносы. Порядки старшинства, господа, начнем с уважаемого Максима Петровича. Только 30 рублей. В лучшие времена, конечно, я дам больше. Лучшие времена скоро настанут. У нас только 7 рублей. Нет, у нас 8. Мало, молодые люди. Мало, мало. 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 50 рублей. Браво, гусар. Ну, что скажет купечество? Что? Ну что ж, по 200 рублей, думаю, дать сможем. Итого 488 рублей. 12 рублей не хватает. Браво, сударыня. Мадам, беспризорные дети не забудут, так же, как и мы, что несчастье видеть в вашем лице, ибо... О дне следующего собрания, господа, вы будете оповещены особо. Полнейший секрет и строжайшая тайна. Кстати, это в ваших личных интересах. При этих словах Кислярскому захотелось дать еще 50 рублей, но больше уже не приходить ни на какие заседания. Возможно, что на следующем собрании, господа, вам придется внести значительно большую сумму. И помните, у нас длинные руки. Да уж. Ну-с, будем двигаться, гигант мысли. Деньги с вами? Со мной. Необходим короткий отдых перед бурей. Завтра моя свадьба. Раньше люди хлопали ушами, еле-еле григори ногами, а теперь они танцуют шимми, день и ночь. Шимми это танец заграничный, Не совсем, но все-таки приличный Это надо делать до упада День и ночь Больше всех гуляем и хохочем Счет за все оплочен, между прочим И теперь мы делаем, что хочем День и ночь Молодая была уже немолода Природа одарила ее щедро Тут было все И арбузные груди, и нос, и мощный затылок Нового мужа она обожала и очень боялась Поэтому звала его не по имени И даже не по отчеству, которого она так никогда и не узнала А по фамилии Товарищ Бендер Горько! Слово жениху! Нет, я не плачу и не рыдаю На все вопросы я открыто отвечаю Что наша жизнь игра, и кто ж тому виной Что я увлекся этой игрой И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться И разве мой талант и мой душевный жар Не заслужили скромный гонорар? Пусть весит, а ветер жестокий В тумане житейских морей Белее-то мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей И согласитесь, какая прелесть Мгновенно в яблочко попасть почти не целясь Орлиный взор, напор, изящный поворот И прямо в руки запретный плот О, наслажденье, скалетить по краю Замрите, ангелы, смотрите, я играю Моих грехов разбор Оставьте топоры Вы оцените красоту игры Пусть весит, а ветер жестокий В тумане житейских морей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей Я не разбойник и не апостол И для меня, конечно, тоже все непросто И очень может быть, что от забот моих Я поседею раньше остальных Но я не плачу и не рыдаю Хотя не знаю, где найду, где потеряю И очень может быть, что на свою беду Я потеряю больше, чем найду Пусть весит, а ветер жестокий В тумане житейских морей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей Белеет мой парус такой Одинокий на фоне стальных кораблей После этого Остап стал произносить Тосты и спичи После тоста за просвещение И ирригацию Узбекистана Гости стали расходиться Так вы не тяните Они там Мне удалось нащупать, понимаете? Я почувствовал, они были подо мной Выстяжатель! Ждите меня в гостинице и никуда не уходите Я могу наглянуть каждую минуту Уплатите по счету и чтобы все было готово Адьё, фельдмаршал Пожелайте мне спокойной ночи Спокойной ночи ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам это удалось? Просто По-семейному Вдовица спит и видит сны Пришлось оставить записку Выезжаю в Новохоперс С докладом к обеду не жди Твой суслик Суслик? Спокойно Привыкайте работать тихо И сдержанно Да подождите вы Субтитры подождите вы Один шанс против одиннадцати. Этот шанс пока не наш. Ничего. Наши шансы увеличились. Вдове этот стул обошелся больше, чем нам. Пошлые вещи. Согласитесь, я не могу покинуть любимую женщину, не оставив о ней никаких воспоминаний. Заседание продолжается, фельдмаршал. С вашего решения мы направляемся в музей мебельного мастерства в Москву. МОСКОВСКИЕ ВОКЗАЛЫ ВОРОТА ГОРОДА. МОСКОВСКИЕ ВОКЗАЛЫ ВОРОТА ГОРОДА МОСКОВСКИЕ ВОКЗАЛЫ МОСКОВСКИЕ ВОКЗАЛЫ МОСКОВСКИЕ ВОКЗАЛЫ МОСКОВСКИЕ ВОКЗАЛЫ ОЛЬЗА МОСКОВСКИЕ ВОКЗАЛЫ Что это? Кажется, не сгораемый шкаф. Больно? Очень. Ничего, это физические мучения. Зато сколько здесь было моральных мучений, страшно вспомнить. Где-то здесь стоял скелет собственности студента Иванопола. Он купил его на сухаревке, а в комнате держать боялся. Посетитель вначале ударялся об кассу, а потом на него падал скелет. Беременные женщины были очень недовольны. Кажется, это здесь. Ты дома, Коля? Только и слышишь целыми днями, Коля, Коля, ты дома, Коля. Дай-ка этому дураку в гости с позаранку пришли. Да дайте-ка человеку поспорить. Да тут у нас капжа. Да от кольки из милиции пришли за вчерашнее стекло. Слышите? Нам рады. Да-да, войдите. Картина, представившаяся взору Остапа, при внешней своей невинности была ужасна. Рядом с Колей сидело такое небесное создание, что Остап сразу омрачился. Такие девушки никогда не бывают деловыми знакомыми. Для этого у них слишком голубые глаза и чистая шея. Это любовницы. Или еще хуже, это жены. И жены любимые. Остап вызвал Колю в коридор, а Ипполит Матвеевич снял свою касторовую шляпу. Прекрасное утро, сударыня. Садитесь, пожалуйста. И не обращайте внимания на соседей. Они нарочно заводят свой примус, чтобы не было слышно, как они целуются. Но вы поймите, это же глупо. Мы все слышим. Вот они действительно ничего не слышат из-за своего примуса. Ну что ж, Коля, если тебе решительно нельзя остановиться, пойдем к Пантелею. Верно. Верно, ребят, идите к Иванополу. Он, он свой парень. Приходите к нам в гости. Мы с мужем будем очень рады. Да, приходите. Угу. Он живет где-то здесь. Вот. Скорее всего, что возможно, буду примерно никак не раньше девяти часов. Иванопола, не беда, я знаю, где ключ. Прошу. Да, но здесь нет даже и матрац. Не беда. Отлично устроимся. Приличная кубатура для Москвы. Если ляжем на полу все втроем, останется еще много места. Нет. Эта вещь неинтересная. Она к нам в дверь не влезет. Нет, не влезет. Не влезет. Вот и это. Этот экспонат тоже не поместится. А вот это подойдет. Вот так. В переднюю. Вот это вот. В самый раз. Комодик бы я этот взяла. Какой комодик? Энтед? Ай? Или тот? Обои бы взяла. Здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретила. А то одной так скучно смотрю. Ну, мы типичный провинциал. Но как попали сюда вы, москвичка? Простите. Совершенно случайно. Я поссорилась с Колей. Кажется, в этом зале ничего интересного нет. Этого не может быть. Этого не может быть. Ну, конечно, не может быть. Знаете, здесь масса красивых вещей. Знаете что? Пойдемте в следующий зал. Нет, нет, девочка. В остальных залах мы уже были совершенно не на что смотреть. Упадочный стиль. Эпоха Киренского. Можете еще раз осмотреть все снова? Пойдемте. А то я уже устала. Деточка, раз устали, садитесь здесь и отдыхайте. А нам с дедушкой нужно еще кое-что осмотреть. Ладно, стул не иголка найдется. Дайте ли ордера. Придется вступить в неприятный контакт с администрацией музея. Садитесь рядом с девочкой, ждите. А я сейчас приду. Вот если бы эту всю штуковину к дому подтянуть. Елизавета Петровна Калачева. А вас как зовут? Ипполитом Матвеевичем Воробьяниновым. Очень приятно. Он подарил Лизе улыбку и придал лицу печать вдохновенной задумчивости. Ему вдруг так страстно захотелось женской ласки. Ему так захотелось быть богатым, расточительным и неотразимым. Ему захотелось увлекать и под шум оркестров пить Редереры в отдельном кабинете, что он немедленно взял Лизину лапку в свои руки и горячо заговорил о Париже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Ну, о чем было говорить с этой девочкой, которая, безусловно, ничего не знает о дамских оркестрах, которая по своей природе даже не может постичь всей прелести этого жанра. А быть увлекательным так хотелось. Вы научный работник? Да. Некоторым образом. А сколько вам лет? Простите за нескромность. К науке, которую я в данный момент представляю, это не имеет никакого отношения. Тридцать восемь. Так когда вы мне достаете счастье, увидите с вами снова? Куда этот товарищ Бендер запропастился? Скажите, когда и где мы с вами увидимся? Ну, я не знаю, когда хотите. Ну, сегодня можно? Сегодня? Ну, умоляю вас. Ну, хорошо, пусть сегодня. Заходите к нам. Нет, давайте встретимся на воздухе. Теперь такие погоды замечательные. Помните стихи? Этот мой главник, этот мой чародей веет свежим своим апохалом. Какой вы странный. Ну, где хотите. Ходите у несгораемого шкафа, когда стемнеет. Простите, мадемуазель, но мы с приятелем не сможем вас проводить. Открылась небольшое важное дельце. Нам нужно срочно отправиться в одно место. До свидания, Лизея, Лизея Петровна, простите, простите, но мы страшно спешить. Если бы не я, ни черта бы не вышла. Молитесь на меня, слушайте, ваша мебель музейного значения не имеет. Ей место не в музее, а в казарме штрафного батальона. Что за издевательство? Молчание, вы не знаете, что происходит. Если мы сегодня не захватим вашу мебель, все кончено. Оказывается, стулья свалили на склады только вчера. Заметьте себе, вчера, через 7 лет, мебель была отправлена в аукцион для продажи. Если ее не купили вчера или сегодня утром, она наша. Чего ж мы ждем? Надо скорее ехать. Молитесь на меня, гофмаршал. Вина женщины, карты вам обеспечены. Извольщик! Куда надо ехать? В фассаж, аукцион, глав науки. Они? Они самые... Товарищ, эти стулья из мебельного музея? Вот эти? Вот эти, вот эти. Из музея. А они продаются? Какая цена? Цены нет, они продаются с аукциона. Завтра в 5 часов. А сегодня они не продаются? Завтра в 5 часов. Завтра. 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 Мама! Завтра. Завтра. Любовь сушит человека. Бык мычит от страсти. Петух не находит себе места. Предводитель дворянства теряет аппетит. Бросив Остапа и студента Иванопола в трактире, и Полит Матвеевич пробрался в коридор общежития имени монаха Бертольда Шварца и занял позицию у несгораемой кассы. Здесь он услышал шум отходящих в Кастилью поездов и плеск отплывающих пароходов. Дремлет испанская Сиерра, дремлет Кастильская стража. Чу, шевельнулась партнера, Чу, отворилось окно. Выйди ко мне, Донна Белла, здесь тебя жду я давно. Небо Испании в лунном сиянье Нас не заметит никто. У-у-у-у-у-у-у. У-у-у-у-у-у-у-у-у! Чёрные кудры сензоры В куще полночного мрака Чёрные волчьи днёры Зарочи весеннего дня Уйди-ка мне, Донна Белла Страсть моя жарче огня Если не выйдешь ты, то не увидишь ты Больше на свете меня Это вы, Елизавета Петровна? Где мы будем гулять? Не знаю Помню, я Москву Елизавета Петровна не такой Сейчас всё не то И всё не так А мы в своё время денег не жалели В жизни живём мы только раз Есть такая песенка А мы с Колей поссорились Надоело так жить Бывшие химики наши соседи всё время подслушивают И вы знаете, очень надоело вегетарианское столовое Да-да, конечно И Полит Матвеич слушал и соображал Один за другим в нём просыпались демоны Мнился ему замечательный ужин Он пришёл к заключению, что такую девушку нужно чем-нибудь оглушить Поедемте для начала в театр драматический Лучше в кино В кино дешевле Такая ночь И вдруг какие-то деньги Какие деньги? Совершенно разошедшиеся демоны стали наперебой советовать В кармане Ипполит Матвеича лежала половина суммы Полученной концессионерами от Старгородских заговорщиков Теперь, взволнованный возможностью лёгкой любви Он собирался слепить Лизу широтою размаха Прага поразила Лизу обилием зеркал, света и цветочных горшков Лизе это было простительно Она никогда ещё не посещала больших образцово-показательных ресторанов Но зеркальный зал совсем неожиданно поразил Ипполита Матвеича Он отстал, забыл ресторанный уклад Теперь ему было положительно стыдно За свои баронские штиблеты с квадратными носами И штучные довоенные брюки Прошу вас, пожалуйста Любезнейший, одну минуточку Да, родной мой Может подойдите к нам, пожалуйста Дорогой Дорогой друг Можно вас на минуточку? Да Това... товарищ Товарищ Благодарю Благодарю Котлеты телячьи Два рубля двадцать пять копеек Филе Два рубля двадцать пять копеек Водка Пять рублей На пять рублей Большой графин Вот, пожалуйста Не угодно ли выбрать Что вы будете есть? Лизе было совестно Она видела, как гордо смотрел официант на ее спутника И понимала, что он делает что-то не то Я совсем не хочу есть А? Или вот что Скажите, товарищ У вас нет ничего вегетарианского Подошедший официант с интересом Посмотрел на Лизу После чего стал топтаться, как конь Вегетарианского не держим Разве что омлет Ага Так вот Дайте нам Сосисок Вы ведь будете есть сосиски, Елизавета Петровна? Буду Так вот Гордо сказал Ипполит Матвеич Сосисок Пару двадцать пять копеек И Бутылку водки Водка будет в графинчике Тогда большой Графин Водку будем чем закусывать? Икры свежие Растягайчики Выпалите Матвеича Продолжал бушевать Делопроизводитель ЗАГСа Не надо Почем у вас Огульси соленые? Что? Да хорошо, черт с ним Дайте Дайте Ва Я здесь никогда не была Здесь очень мило Да Да Протянул Ипполит Матвеич Высчитывая стоимость заказанного Ничего, ничего, подумал Ипполит Матвеич Выпью водки, разойдусь Дорогие друзья Ну и вот Мы опять с вами вместе Следующим номером Нашей концертной программы Выступит Мировая Исполнительница Русских народных песен Хорошо известная В Марьиной Роще Варвара Ивановна Годлевская Попросим Ах, какая жалость Ах, какой сюрприз Нельзя себе позволить Ни шалость Ни шалость Ни кафриз А вот А вот Они условия А вот Она А, впрочем, для здоровья полезны холода Робкие стремления, скромный аппетит А сердце, тем не менее, возьмёт, да, пошалит А вот они условия, вот она среда А впрочем, для здоровья полезны холода А впрочем, для здоровья полезны холода Сердце подурачится, споёт на взрыв и хочется его... Знаете, я пойду! Нет, лучше я пойду, а вы оставайтесь! А вот они условия, а вот она среда А впрочем, для здоровья полезны холода А впрочем, для здоровья полезны холода И Полит Матвеевич уже порядочно захмелел Часто вскакивал и, извинившись, убегал в морду Обратите здоровье полезны холода Обратите здоровье полезны холода Обратите здоровье полезны холода Эй! Аплодисменты, Лизинка, Дмитрий Петровна! Я пойду, а вы, пожалуйста, оставайтесь! Я сама даю правду, я сама! Пойдёте, я сейчас же расплачусь с ними И поедем вместе, сеньор счёт! Хэмы! А? А? Деньги рублей 20 копеек Может вам дать ещё ключ От квартиры, где деньги лежат? А? Хэмы! 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 Извините, Петрович, поедем в номера! В номера! Слушайте, слушайте! Отставьте меня! Поедем в номера! На выход! Пожалуйста, на выход! Пройдёмся, пройдёмся! Хэмы! Хэмы! Поедем в номера! Раздосадованный Ипполит Матвеевич долго плакал И ещё плача купил у старушки все её баранки вместе с корзиной После этого он вышел на Смоленский рынок, пустой и тёмный И долго расхаживал там взад и вперёд, разбрасывая баранки, как сеятель бросает семена Затем Ипполит Матвеевич подружился с ночным сторожем и раскрыл ему душу Двенадцать стульев Называется В общем Бриллианты Ищем Бриллианты? Папаша, в стульях Но как? Спарываем Каждый стул Да, но предупреждаю У нас длинные руки Весёлый вы парень Весёлый Но не парень Отец Русской демократии О, понимаю Гигант мысли Лёд тронулся Господа Ища Николой Попрошу делать шношы Поедемте в номера Сейчас поедем На следующий день страшно болел позвоночник и ныла печень Из двухсот рублей, которыми он так позорно начал ночь наслаждений и утех При нем оставалось только двенадцать Ужаснее всего было то, что он решительно не помнил, где и как он мог истратить такие большие деньги Остап долго и с удивлением рассматривал измочаленную фигуру Ипполит Матвеевича Но ничего не сказал Он был холоден и готов к борьбе На аукцион Одиннадцать рублей раз, одиннадцать рублей два, одиннадцать рублей три Продан охотник, стреляющий в диких уток Фигура, изображающая правосудие Бронзовая В полном порядке Пять рублей Кто больше? Купите предводителей Вы это любите Восемь с полтиной раз, восемь с полтиной два, восемь с полтиной три Правосудие продано Большой бы здесь начался переполох Если бы они узнали, какой огурчик будет продаваться под видом этих стульев Продолжаем торг Десять стульев из дворца Почему из дворца? Сидите вы Не рыбайтесь Десять стульев из дворца Ореховые Эпохи Александра Второго Десять стульев из дворца Восемьдесят рублей Кто больше? Сидите вы, идиот проклятый Навязался на мою голову Сидите, я вам говорю Девяносто Девяносто рублей Дамы в третьем ряду слева Раз Девяносто рублей Сто Сто рублей Дамы в третьем ряду справа Раз Сто рублей Два Ну, 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 ну Сто десять Сто десять рублей Гражданина с четвертого ряда Раз Сто десять Сто двадцать Сто двадцать рублей Гражданин в четвертом ряду Раз Сто двадцать Чего же вы не торгуетесь? Ну? Пошел вон В пятом ряду слева. Раз. 145. 145. 145. Три. Двести. Двести. Двести рублей. Раз. Двести рублей. Два. Нет больше желающих торговаться из десяти предметов. Двести рублей. Три. Продано. Мама. Ну, председатель, эффектно. Интересно сдать, что вы делали без технического руководителя. Вы купили стулья? Мы. Мы. Когда их можно взять? Пожалуйста, хоть сейчас. А почему здесь двести тридцать, а не двести? Пятнадцать процентов комиссионного сбора. Ну, а что делать? Берите двести, но дорожайше гоните тридцать рублей, да поскорее. Не видите? Дамочка ждет. Что вы меня смотрите, как солдат на ВОЖ. Обалдели от счастья, да? У меня нет денег. У кого нет денег? У меня. А двести рублей? Я потерял. Я. Так вы будете платить? Одну минуточку. Небольшая заминка. Была еще маленькая надежда. Можно было уговорить подождать с деньгами, но тут очнувшийся Ипполит Матвеевич ворвался в разговор и все испортил. Позвольте. Почему комиссионный сбор? Надо предупреждать. Мы ничего не знаем о таком сборе. Я отказываюсь платить эти тридцать процентов в рублей. Хорошо. Хорошо, я сейчас все устрою. По правилам аукционного торга, лицо, отказывающееся уплатить закупленный им товар, должно покинуть зал. Торг на стулья отменяется. Я попрошу вас покинуть зал. Эффект был велик. Таких ударов великий комбинатор не испытывал давно. Попрошу вас выйти. Мало кто уходил из аукционного зала с таким горьким чувством. Первым шел Воробьянинов. Согнув прямые костистые плечи, он шел как журавль, чувствуя за собой теплый, дружественный взгляд великого комбинатора. Путь в аукционный зал был прегражден. Остап дружественно молчал. В возмутительной порядке, в форме на безобразие. В милицию на них надо жаловаться. В милицию. Действительно, за какие чар знает, что такое? Сберут с трудящихся в три дорога. Диви бог, за какие-то подержанные десять стульев двести тридцать рублей. С ума можно сойти. Правда? С ума можно сойти. Вот тебе милиция. Вот тебе дороговизна стульев для трудящихся всех стран. Вот тебе ночные прогулки по девочкам, вот тебе седина в бороду, вот тебе без прибро. За все время экзекуции Ипполит Матвеевич не издал ни звука. Со стороны могло показаться, что почтительный сын разговаривает с отцом. Только отец слишком оживленно трясет головой. Ну, а теперь пошел вон. Товарищ, товарищ Бендер, товарищ Бендер. Иди, иди, Каванополу не приходи, выгоню. Товарищ Бендер. Все пропало. Что пропало? Стулья продаются поодиночке, вот что. Но вы, дамский любимец, стойте здесь и смотрите, кто и что. И чтобы ни один стул не ушел, поняли? Я попробую связаться с беспризорной агентурой. У нас все осталось. ПОДПИШИСЬ! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Послушайте, а как вас звали в детстве? Зачем вам? Не знаю, как вас называть. Михельсоном надоело, Конрад Карловичем слишком сложно, Ипполит Матвеевичем слишком мрачно. Как же вас звали? Ипа. Киса. Как-как? Киса. Киса? Кон гениально. Так выше голову, Киса. Ничего еще не потеряно. Адреса? Есть. А чтобы добыть стулья, существует много старых испытанных приемов. Простое знакомство, раз. Любовная интрига, два. Знакомство со взломом, три. Обман, четыре. Деньги, пять. Последнее самое верное. Денег мало. Хотя деньги меня сейчас волнуют меньше всего. Больше всего меня волнует последний стул, исчезнувший за дверьми Октябрьского вокзала. Что ж, на такие шансы ловить можно. Играю девять против одного. Заседание продолжается. Ну. Ну, блеск. Блеск. Ну, красота. Словарь Бельяма Шекспира по подсчету исследователей составляет 12 тысяч слов. Словарь Негра из людоедского племени Мумба-Юмба составляет 300 слов. Элочка Щукина легко и свободно обходила с 30-ю. Вот слова, фразы и междометия, придирчиво выбранные ею из всего великого и могучего русского языка. Но! Выражает, в зависимости от обстоятельств, иронию, удивление, восторг, ненависть, радость и презрение. Жуть. Означает жуткий. Например, при встрече с доброй знакомой. Жуткая встреча. Парни. По отношению ко всем знакомым мужчинам, независимо от возраста и общественного положения. Блеск. Опять-таки, удивление, восторг, ненависть, радость в зависимости от обстоятельств. Но! Жуть. Блеск. Не учите меня жить. Красота. Другие, оставшиеся в крайне незначительном количестве слова, служили передаточным звеном между Элочкой и продавцами универсальных магазинов. Двести рублей, которые ежемесячно получал ее муж, инженер Эрнест Павлович Щукин, никак не могли помочь той грандиозной борьбе, которую Элочка вела уже четыре года. Борьба вела с полным напряжением сил. Она поглощала все ресурсы. Эрнест Павлович брал на дом вечернюю работу, но все было бесплодно. Элочка четыре года назад заметила, что у нее есть соперница за океаном. Сверкающая фотография изображала дочь американского миллиардера Бандербильда в вечернем туалете. Платье, отороченное собакой, нанесло заносчивой Бандербильдехе первый меткий удар. Вторым ударом был шиншилловый палантин, русский заяц, умерщвленный в тульской гувернии. Новые мощные усилия в корне подрезали хозяйство, ибо приходилось бороться во всех областях жизни. Не спрося с мужа, Элочка взяла деньги из обеденных сумм и купила на аукционе два мягких стула. Элочка, откуда эти стульчики? На! Нет, в самом деле. Блеск! Ты их купила? На какие средства? Жуть! Это возмутительно, ты живешь непосредством. Мрак! Слушай, давай поговорим серьезно. Я получаю 200 рублей. Жуть! Да, но я взяток не беру. Я денег не краду и подделывать их не умею. Мрак! Слушай, давай так дальше жить нельзя. Жуть! Знаешь, я не могу так жить, и я не умею так жить. Мрак! Ты знаешь, мы не сходимся характерами. Скажи, что нам делать? Разойдись. Блеск! Ах так? Ну! Кажется, будут носить длинные и широкие. Элочка с уважением посмотрела на Фиму собак. Фимочка собак слыла культурной девушкой. В ее словаре было около 180 слов. Ровно в 10 часов утра великий комбинатор вошел в Арсенофьевский переулок, дом 8. Он появился в дверях, совершенно не думая о том, под каким предлогом он войдет. Для разговоров с дамами он предпочитал вдохновение. Через секунду он понял, как себя вести в данном обществе. Какой у вас прекрасный мех. Но! Нет, я серьезно. Мексиканский тушка. Быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это... Шанхайские барсы. Видите, как мех играет на солнце? Янтарь. Не давая хозяйке опомниться, великий комбинатор вывалил все, что слышал когда-либо о мехах. После этого заговорили о шелке, и Остап обещал подарить очаровательной хозяйке несколько сот шелковых коконов, якобы привезенных ему председателем ЦИК Узбекистана. Вас, конечно, удивил ранний визит неизвестного мужчины. Жуть. Вчера на аукционе, покупая стулья, вы произвели на меня чрезвычайное впечатление. На! Новое дело, подумал Остап. Стулья расползаются, как тараканы. Солнышко, продайте мне этот стульчик. Он мне очень нравится. Только вы с вашим женским чутьем могли выбрать такую художественную вещь. Продайте. Девочка. Я вам семь рублей дам. Жуть. Блеск. Мрак. Так. Решил он. С ней нужно действовать иначе. Тайм-аут. Иными словами, несколько секунд на размышление. Тайм-аут. КОНЕЦ Вы знаете, сейчас в Европе и в лучших домах Филадельфии возобновили старинный обычай разливать чай через ситечко. Необычайно эффектно и очень элегантно. Ко мне как раз знакомый дипломат приехал из Вены, привез, отдал большие деньги, но не жалею. Забавная вещица. На Эллочку вещь произвела такое же неотразимое впечатление, какое производит старая банка из-под консервов на людоеда племени Мумба-Юмба. В таких случаях людоед кричит полным голосом, Эллочка же тихо застонала. Значит, обмен? На. Не дав ей опомниться, Остап положил ситечко на стол, взял стул и, узнав у очаровательной женщины адрес мужа, галантно раскланился. Даже если в стуле ничего нет, считайте, что мы выиграли 10 тысяч, по крайней мере. Каждый вскрытый стул прибавляет наш шанс. Что из того, что в дамочкином стуле ничего нет? Зачем же из-за этого его ломать? Пусть Иванополо помебилируется. Киса! Киса! Вам надо трудиться. Совсем обленились. Какого черта я с вами связался? Поезжайте к себе в ЗАГС, там вас спокойно ждут, новорожденные. Шучу, шучу, шучу. Без вас не так смешно жить. Будем ковать стуле, пока не горячи. Итак, получите адресок. Садово-Спасская, 8, квартира 20, изнуренков. Повторяю последний раз. Действовать смело, побольше цинизма. Людям это нравится, но без уголовщины. Кодекс мы должны чтить. Повторите. Кодекс должны чтить мы. Хорошо. И без стула не возвращаться. Я иду по другим адресам. Марш вперед! Труба зовет! Что еще? Куан, гениально. Нет. Жизнь это сложная штука. Нет. Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Получается. Умница. Простите. Могу я видеть товарища изнуренкового? Ага. Вы сошли с ума? Нет и права. В конце концов, есть же закон. Мебель может стоять в квартире две недели. Нет. Я буду жаловаться прокурору. В конце концов, я уплачу. Поймите, я не могу с этим согласиться. И потом, виноват не я, а сам мускред. Да, я не платил за прокат пианино. Но ведь я его не продал, хотя имел полную возможность. Я поступил честно, а они подали в суд и описали мебель. Как это называется? Простите, служба такая. Ну, хорошо. Значит, договорились, мебель отбирать у меня сегодня не будете. Бюрократы! Ну, дайте лапку. Вот вам полтинничек. И не возражайте, каждый труд солнышка должен быть у нас оплачен. Служба такая. Простите. Служба. Служба такая. Будьте здоровы. Всего вам доброго. До свидания. Я вам говорю, служба такая. Да, 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 я понял, понял. Хорошо, хорошо. За это морду бить надо. Вместо того, чтобы плакать, пошли бы лучше в баню. В таком виде вы похожи на Пикадора. Ключ. Что ключ? От квартиры. Где деньги лежат? Нет. Ключа нет. А дверь захлопнулась. Я начал мыться. Пропала горячая вода. Я хотел позвать дворника. И вот. Не беда. Квартиру мы откроем. Хорошо. Вода пошла. Вода пошла. Чего вы радуетесь? Кто живет внизу? Очаровательные люди. Вчера сделали ремонт. Ну, ничего, чище будет. Продолжение следует... 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 Спасибо, товарищ! Шансы все увеличиваются от денег ни копейки. Скажите, а ваша покойная теща не любила шутить? А что такое? Может быть, никаких бриллиантов и нет? Ну, тогда все прекрасно. Будем надеяться, что достояние Иванопола увеличится еще только на один стул. Войдите! Остап! О тебе пишут в газетах. Что ты мелешь? В каких газетах? Газет-станок. Одел, что случилось за день. Попал под лошадь. Вчера на площади Свердлова попал под лошадь извозчика 89-74 гражданин О. Бендер. Пострадавший отделался легким испугом. Эта лошадь отделалась легким испугом, а не я, идиоты. Пишут и сами не знают, что пишут. Все-таки приятно, что о тебе пишут в газетах. Приятного мало, но повод для визита в редакцию найден. За ними числятся два гампсовских стула из дворца. Визит гражданки Грицацуевой к Елене Станиславне Боур не внес успокоения в метущуюся душу вдовы. Елена Станиславна метала карты с возмутительной небрежностью. Карты возвещали то конец мира, то прибавку к жалованию, то свидание с мужем в казенном доме, то в присутствии недоброжелателя, то в присутствии пикового короля. Но само гадание кончилось неожиданно и трагически. Попугай Елены Станиславны вдруг заговорил человеческим голосом. В каком полку служили? Сказала птица. Европа нам поможет. Заграница с нами. Прошу делать взносы. 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 Должились. А травмы собираются пускать. Сволочи. Адварник хам. 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 Хамьюа. Хам. 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 Вот. Вот. Вы писали. Умоляю, ушел из дома гражданин Обендер. Так вот это и так далее, значит. Это пишут старгородские газеты. А теперь посмотрим, что пишут о вашем сыночке в столичных газетах. Что пишут про сыночка в столичных газетах? А вот пишут. Попал под лошадь. Попал под лошадь, но оделся легким испугом. Вот. Ха-ха-ха. Вот это документика я вам предоставляю. Нет. Нет. Вперед денюжки. Такое у меня правило. Покорнейше вас благодарю. Какие все-таки у вас организмы-то слабые. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да. Муж. Милый муж в желтых ботинках Лежал на далекой московской земле И огнедышащая извозчичья лошадь Белокопытом по его голубой груди. Спасу. Найду. Господи, ты слышишь меня? Тем временем в гулки коридора редакции газеты «Станок» Ступила нога великого комбинатора. Да-да. Нет, не Люся. Это вас. Тут, товарищ редактор, на меня помещена форменная клевета. Статья под названием «Попал под лошадь». В чем же вы, товарищ Витя Кривиту? Как же? Вот тут написано, пострадавший отделался легким испугом, стануя пугаться лошади. Попрошу немедленно опровержения. По таким пустяковым вопросам мы опровержения не даем. Угу. Я этого так не оставлю. Пожалуйста, дело ваше. Нет, я не знаю. Я же вам объяснял. Я не могу. Я занят. Я работаю. Вы должны знать, где он. Это был напечатан в вашей газете. Попал под лошадь. Я прошу. Нет. Я умоляю. О, идея. Сейчас я ему устрою за все его подлые розыгрыши. Идите к товарищу Персидскому. Идите. Идите к товарищу Персидскому. У него я уже была. А вы сходите еще раз. Он подлет все сдает. Ну, я у него была три раза. Тем более, теперь ему не отпереться. Обузнала. Умоляю. 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 Адрес. Чей? Обендера. Ну, я же вам уже много раз объяснял, что я не знаю никакого обендера. А ваш товарищ много раз говорил, что вы знаете. Не знаю. Знаете. 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 Ну, не знаю. Не знаю. Ну, не знаю. Вы должны знать адрес. В конце-то концов. Ну, вы же там хоть вспомните. В желтых ботинках. В Москве ждали. Еще двести тысяч в желтых ботинках. Не приставайте ко мне. Оставьте меня в покое. Да-да. Войдите. Не приставайте. Не приставайте. Не приставайте ко мне. Вдова ринулась по коридору и вдруг... Увидела брюнета в голубом жилете и желтых ботинках. Товарищ Бендер. Дальнейшие события показали, что в планы технического руководителя концессии не входила встреча с любимой. Куда же вы? Т어rica Битера Делание 2 5 4 6 КОНЕЦ КУТ КУТ ВОТ ТАК ВОТ ТАК В этой позе она встретила рассвет. Был тихий час, когда утро еще молодо и чисто. В этот час Грицацуева услышала шаги в коридоре. Вдова живо поднялась и припала к стеклу. Ветренный сын турецко-подданного, стряхивая из пиджака пылинку, приближался к стеклянной двери. Товарищ Бендер! Вы еще здесь. Я здесь, здесь! Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка? Мой суслик! Откраши скорее дверь на скамье! Тише! Девушка, к чему такие необузданные желания? Женщину украшает скромность. Кто тебе жить мешает? Да, сам уехал, а сам спрашивает. Я ждала-ждала, торговлю закрыла. За вами поехала, изменщик, чтоб тебе лопнуть. Брошь украл в мужнин подарок. Сидишь, как спер, стул унес. Зачем стул украл? Зачем украл стул? И это вы называете кражей. В таком случае наши взгляды на жизнь диаметрально противоположны. И согласен на развод. Прощай. Любимая. И разошлись, как в море корабли. Кераул! Кераул! Коварищ Гендер! Уходя в дальнейшее пространство. Не уходите, товарищ Гендер. Я блесну непрошенной слезой. Я сама сейчас заплачу. В страсти, как и в счастье, Все мы ищем постоянство, Но ничто не вечно под луной. Ну, что же мне теперь делать? Может быть, вы скажете кому-то. Что я скажу, кому мне говорить? Где-то на закате ваших лет. Ах ты, мерзавец! Все-таки была, А была одна минута той любви, Какой уж больше, извините, нет. Хам, ворюга, изменщик, подлец! Субтитры создавал DimaTorzok куберситры создавал DimaTorzok курицle создавал Димänder Matteo Иди доклад Иди, иди, иди Оди иди Ой, господи, господи Ой, господи! Ой, господи, молоха заслави Нууу! Нуu! В этом нет. Да, 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 да. Есть! Держите. Что за черт? Больше ничего нет. Этим полукреслом мастер Гампс начинает новую партию мебели. 1865 год, Санкт-Петербург. На Воробьянинова было жалко смотреть. Усы двигали, стекла Пенсне были туманны. Казалось, что в отчаянии он бьет себя ушами по щекам. Холодный, рассудительный голос великого комбинатора оказал свое обычное магическое действие. Молчи, грусть, молчи. Киса, когда-нибудь мы с вами посмеемся над дурацким седьмым стулом, в котором нашлась глупая досечка. Держитесь, киса! Мы с вами прошли больше, чем половину пути. Сейчас должно открыться второе дыхание. Судя по вашему виду, оно у вас уже открылось. Итак, что мы имеем? Стул, исчезнувший в товарном дворе Октябрьского вокзала, по-прежнему остается темным пятном на сверкающем фоне консессионных работ. Четыре стула в театре имени Колумба представляют верную добычу. Агентурные сведения говорят о возможном выезде театра по Волге на гастроли с теплоходом «Скрябин». Слушаю, постановляю. Мы с вами отправляемся в театр на премьеру «Женитьбы». О, моя молодость! О, запах кулис, сколько воспоминаний, сколько интриг, сколько таланта показал в свое время в роли Гамлета. А как я играл второго могильщика, надо было видеть. Боже, какой это был триумф! Итак, заседание продолжается. Женитьба, автор спектакля «Николай Сестрин», текст Гоголя. Да, представьте себе. Ну что ж, зайдем. Однако три рубля за шестнадцатый ряд это слишком дорого. Ох, как я не люблю этих мещан, этих провинциальных простофиль. Куда вы полезли? Разве не видите, что это касса? Да, оно ведь без билета же не пустит. Кисовый дремучий провинциал. В Москве давно уже никто из уважающих себя граждан не пользуется услугами кассы. Для этого есть окошко администратора. Якоб Немилович, Якоб Немилович! На мое имя, пожалуйста. Вас двое? Ну, пожалуйста, один билет. Я вас очень прошу. Зачеркни шестой ряд. Девять десять. Гражданка, не толкайтесь. Это вы толкаетесь. Ну, я вас очень прошу. Ходят вот всякие. Кто их знает, кто они такие? Посмотрите, пожалуйста. А может быть, он из наркомпроса? Яков Немилович, пожалуйста. Кажется, я его видел в наркомпросе. Нет, но где я его видел? Где? И тут Яков Немилович вспомнил. Эти чистые глаза. Этот уверенный взгляд он видел в таганской тюрьме в 1922 году, когда и сам сидел там по пустяковому делу. К удивлению Воробьянинова, привыкшего к классической интерпретации женитьбы, подколесина на сцене не было. Более того, напрочь отсутствовал занавес. А почему у них нет занавеса? Ищут. Что, ищут занавес? Не только занавес, они вообще в поиске. Ну, вы знаете, по-моему, у них нет декораций. Хорошо, мы прошли бесплатно, но тот, кто заплатил деньги... Это кто ж такие? Агафья Тихоновна. Неужели все четыре? Четыре. А что же они делают? Ищут. Неужели подколесины? Киса, вы безнадежно устарели. Вы совершенно невосприимчивы к театральному эксперименту. Это поиск. Что вы там ерзаете? Меня беспокоят стулья. Следите за неграми. При чем здесь негры? Это слуги просцениума. От них можно ждать всего, в том числе и стульев. Это кто ж такой? Опоздавший? Нет, это под колесами. Тоже ищет. Этот уже нашел. Девушки отдыхают. Какой ужас. Все кричат, ты должен, 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 я никому не должен ничего. Даже если все хотят того же, то мне уже не хочется того же. Все хотят, чего я не хочу. Но почему? Но почему? Позвольте мне подумать, позвольте мне решиться, позвольте мне жениться самому. Извини, подкорился? Позвольте мне жениться самому. Не узнаете? Хочу! Хочу! Жениться! Хочу! Вы знаете, мне спектакль нравится. Серьезно? Нет, не все одинаково хорошо. Не все ровно. Но есть главное. Стулья целы. Положим, отчетыре Агафьи Тихоновны так плюхаются на них, что они долго не проживут. Вы правы, киса. Нужно торопиться. Промедление смерти подобно. Завтра театр уезжает в Нижний Новгород, оттуда пароходом по Волге. Не могу обещать вам купе в дипломатическом вагоне. Но два жестких плацкарта будут. У вас кружится голова? Нет. Напрасно. Погоня за стульями входит в завершающую стадию. Билеты на пароход Скрябин не продаются. То есть как это? Пароход заарендован на спецрейс. Что значит спецрейс? Это значит, что пароход будет останавливаться на каждой пристани и производить тираж выигрышного займа. Простите, на пароходе плывут артисты театра Колумб. Но вы же не артист. Да кто-то вам сказал, что я не артист. Для кого не артист, а для кого артист. Простите, стол. Вы что, с ума спятили? Один возьмем, остальные пропадут для нас навсегда. Подумали бы лучше, как попасть на пароход. Ну что, предводитель, концессия терпит крах. Что вы молчите, как архиерей на приеме? Немедленно поезжайте в Рабис и требуйте, чтобы нам экстренно командировали художника. Художника, 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 я заведу открытие парохода ровно на четверть часа. Ну, где ему куда-то... Что за крик, товарищи, что за крик? В чем дело? Собственно, в то, что вам надо? Ничего не надо, я слышал, вам надо заполучить художника. Хотел уточнить условия. А вы художник? Художник. Вот и не стопай! Не стопай! Значит так, потребуется следующее. Исполнение художественных плакатов, надписей, транспаратов. Предупреждаю, работы много. Работы не боюсь. Работу свою люблю. Условия издельные, по расценкам Рабиска. А, ну кроме того, бесплатный стол и отдельное каю. Ну что ж, согласен, но со мной еще мальчик. Ассистент. Да, насчет мальчика вот не знаю. На свой счет, пожалуйста, пусть живет в вашей каюте. Ну что ж, мальчишка у меня шустрый, привык к спартанской обстановке. Отдачь, Мартуэ! Пропустите, пропустите мальчика, это мой ассистент. Он же тебе в отцы годится, что ж ты ему руки-то крутишь, а? Что ж ты его, он же дедушка, что ж ты его держишь, а? Мальчика пропустите, это мой ассистент. Пропустите мальчика, щас же. Это и есть ваш мальчик? Мальчик. Мальчик. Разве плохо? Кто скажет, что эта девочка, пусть первый бросит в меня камень. Ну что ж, Киса, придется с утра сесть за работу. Работа творческая, предупреждаю. Я художник, окончил в Хутемас с отличием, вы мой помощник из числа наиболее способных учеников. Если думаете, что это не так, можете щас же бежать на берег. Нет, почему же, очень это может быть. Вы уже отплыли? С вашего разрешения, через два часа выходим в нейтральные воды, близ пристани верхние тетюши. Что ж такое? Довольно! Очевидно, ведущие артисты. Вы куда плывете? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение. Я им располагаю. Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее, плыть по волонам? В бурном море людей и событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, 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 порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И, значит, мы не станем, и, значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее, плыть по волонам? В бурном море людей событий, не щадя живота своего. Завершите вы массу открытий. Иногда не желая того. Итак, первая остановка у пристани Лыскова. Во время тиражной операции, когда все сойдут на берег, вы остаетесь здесь и гуляете. По коридору. Я наношу визит в каюту режиссера. Один стул по требованию супруги оставлен там. Я это успел заметить. Место нахождения других пока неизвестно. Вот вам текст лозунга. Необходимо иметь его уже при первом тиражировании на пристани Лыскова. А в чем речь? Будет. Чудесно. Будет. Все на тираж. Каждый трудящийся должен иметь в кармане облигацию госзайма. Киса, вы имеете в кармане облигацию госзайма? Ага. Хорошо. Я тоже. Киса, я давно хотел вас спросить, как художник художника вы рисовать умеете? А? Ну, буквы-то написать сможете? Значит, два дня можно мотать, потом они нас выкинут, за эти два дня надо сделать многое. Вопросы есть? Нет вопросов? Нет вопросов. Ну, тогда осталось. Да. А-а-а-а! Очень странно. Вы окончили с отличием в Кутемас, так кажется? Да. Я художник, а не шрифтовик. Там, где нужна композиция, где нужен колорит. Там, где в углу в угла ставится человек, а не буква. Извольте, я к вашим услугам. Хорошо, уважаемый. К завтрашнему дню нам потребуется рекламный плакат с изображением сеятеля. Кого? Сеятеля, разбрасывающего облигации выигрышного займа. Вот это другое дело. С этого надо было начинать. Внимание! Внимание! Начинаем! Герой выигрышного займа! Срочное дело по художественной части. Встаньте у того выхода. Если кто-нибудь будет подходить, пойте громко. Что петь? Ну уж, во всяком случае, не боже, царя храни. Что-нибудь страстное? Яблочко или сердце? Красавица склонно. Пшел! Пшел! Боже, царя храни! Пшел! 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 Простите, я... Я ошибся. В сердце красавиц склонно к измене и к перемене, как ветер мая. Пусть засмеются, пусть обракают, но извиняюсь, не надо. Нет! 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 Тихо! 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 Вы поразительно догадливы, дорогой охотник за табуретками. Бриллиантов нет, но нас можно поздравить. С нами плывут еще три стула. 99 шансов из 100. Завтра утром выбросим его за борт. К утру высохнет холст. И мы приступим к созданию монументального полотна. Сеятель разбрасывает облигации выигрышного займа. Скажу по чести Киса, я не знаю всего того, что с нами случится завтра. Но без смерти я вам гарантирую. Да уж. Пройдут годы Киса. А они пройдут. Многое забудется. Но благодарные потомки никогда не забудут. Это эпическое, это монументальное полотно. 1, 2, 3, 4. Мишка, сколько вообще? Раз, два, три, четыре, пять, пять, ага, раз, два, три, четыре. Ногатки здесь немножечко, так, и же, в чём дело? Потерпите, сейчас будет готово, я занят ногами сеителя. Так, вторая меня интересует с пятки, хорошо, здесь, так, ну, теперь последний раз у меня ширится, у меня, значит, раз, два, три, четыре, пять, у него раз, два, три, четыре, ну, и хватит. Так, ногами я доволен. Все на тираж, сейчас будет разыгрываться тираж выигрышного займа. Киса, нужен отчаянный жест, мне нужно пририсовать руки, иначе будут неприятности. Попробуйте, как бы, что-то разбрасывать вокруг себя. Хорошо, хорошо. Да, я не реалист, да, я вижу мир иначе, чем вы. Вот, по-моему, получилось. Хорошо, пускай у нас разные вкусы, давайте спорить. Положим, положим, я вообще за условный вкус. Да, я вижу мир иначе, чем вы. Ну, что из того? Дайте доехать хотя бы до Самары. Пошляки! Творение художника нельзя измерять своим аршином. С художником надо обращаться бережно. Если художник просится доплыть хотя бы до Самары, грех отказывать ему в этом праве и высаживать черт знает где. Кстати, Кис, где нас высадили? Васюки, 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 Васюки. О! А? Вы слышали? Что? А, вы не могли этого слышать. Это всего лишь предчувствие. Это хрупкая, эфемерная, призрачная мечта. О! Готово. Заарендовав клуб, гроссмейстер Бендер нанес визит в шах-секцию города Васюков, которая помещалась почему-то в коридоре управления коннозаводства. А если так? А что, вы думаете, очень может быть? А, хотя... В том-то и дело. Нет, так нельзя. А если... Тоже не годится. Гроссмейстер Бендер провожу у вас сеанс одновременной игры. Секундочку, простите, пожалуйста. Одноглазый шахматист вскоре вернулся с несколькими возбужденными гражданами разного возраста. Граждане приблизились к Остапу, но от волнения не смогли произнести до конца ни одной членораздельной фразы. Великий комбинатор взял инициативу в свои руки. Да, 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 да. Проездом в Казань. А сегодня приглашаю сеанс одновременной игры. Вечером приходите. А сейчас, простите, не в форме. Устал после карлсбатского турнира. Васюкинские шахматисты внимали Остапу с сыновней любовью. Остапа понесло. Он почувствовал прилив новых сил и шахматных идей. Вы не поверите, как далеко шагнула вперед шахматная мысль. Ласкер, этот Ласкер дошел до пошлых вещей. С ним стало совершенно невозможно играть. Он обкуривает своих партнеров сигарами и нарочно курит дешевые, чтобы дым был противник. Причем ему говоришь, говоришь. Да, все мимо, все напрасно. Причем старик мне явно симпатизирует. Да просто любит. А нет, даже я ничего не могу сделать. Шахматный мир в беспокойстве. Скучно, девушки. Причем не назвать как-нибудь красиво, истинно по-шахматному. Это привело к вам союзную массу. Назвали бы как-нибудь красиво, например, шахматный клуб четырех коней. Попрошу всех сюда, быстренько. Пирожек, сердце и сборе, все здесь, все на месте. Прекрасно. Значит, проголосуем. Кто за переименование? Попрошу поднять руки. Принято единогласно, прекрасно. Шахматы. Да знаете ли вы, что такое шашки? Шахматы. Они двигают вперед не только культуру, но и науку. Знаете, что при правильной постановке дела, ваш шахматный клуб четырех коней мог бы совершенно преобразить город Васюкин. Остап со вчерашнего дня еще ничего не ел, поэтому красноречие его было необыкновенно. Что такое шахматы? Единственный глаз Васюкинского шахматиста раскрылся до пределов дозволенных природой. Если вы согласитесь на мой проект, то спускаться из города на пристань вы будете по мраморным лестницам. Васюки станут центром десяти губерний. Кто вы слышали раньше о городе Саммеринге? Ничего. Поэтому я говорю и продолгаю говорить. В Васюках нужно организовать международный, с большой буквы, шахматный турнир. Но как? Как? Вполне реальная вещь. Мои личные связи и ваша самодеятельность. Вот все, что необходимо для организации международного Васюкинского турнира. Подумайте, как красиво будет звучать. Международный Васюкинский турнир 1927 года. Международный Васюкинский турнир 1927 года. Приезд Чегорина, Стейница, Ласкера, Алехина, Хосе Рауля, Капабланки. Кроме того, я вам гарантирую и мое скромное участие. На турнир с участием таких величайших гроссмейстеров съедутся любители шахмат всего мира. Сотни богато обеспеченных людей будут стремиться в Васюки. Но речной транспорт такого количества пассажиров поднять не сможет. Следовательно, НКПС построит железнодорожную магистраль Москва-Васюки. Строительство гостиниц небоскребов для размещения гостей. Снабжение гостей прохладительными напитками и вообще, вообще, да-да-да-да-да, именно так, как я сказал выше. Теперь относительно железнодорожной магистрали Москва-Васюки, несомненно, таковая не сможет перевести всех желающих, а желающих будет много. Отсюда возникает следующая проблема, важная проблема – аэропорт. Большие басюки! Аэропорт! Регулярное отправление почтовых самолетов и дирижаблей во все концы света, включая Лос-Анджелес и Мельбурн. Москвичи, стесненные жилищным кризисом, просятся в ваш великолепный город. Спокойно! Этого не надо бояться! Столица автоматически переходит в Васюки! Не у Москва, то есть бывшие Васюки становятся элегантнейшим центром Европы, а скоро и всего мира. Всего мира? А впоследствии и вселенной. Шахматная мысль, превратившая уездный город в столицу земного шара, превратится в прикладную науку и изобретет способ межпланетного сообщения. Из Васюков полетят сигналы на Марс, Юпитер, Непту, вон он. А там, как знать, может быть, через восемь лет Васюков состоится первый в истории мироздания межпланетный шахматный конгресс. Я повторяю, практически все зависит от Вашей самодеятельности. Я повторяю, организацию беру на себя, материальных затрат никаких, кроме расходов на Телеграм. Сколько денег надо найти на Телеграм? О, смешная цифра, 100 рублей. У нас всего 21 рубль 60 копеек. Я понял, что это недостаточно, но... 21 рубль? 21 рубль 60 копеек. Ну ладно, пусть будет 21 рубль 60 копеек. Хватит. На первичные Телеграмы хватит. Ну а дальше начнутся пожертвования и денег. Некуда будет девать. Рад буду Вас всех видеть вечером на сеансе одновременной игры. Не люблю фотографироваться, но на этот раз так и быть. Двадцать пять по полтиннику. Остальные входные по 2 гривенам. Могутся. Двадцать пять по полтиннику. Остальные входные по 2 гривенам. Итого около 35 рублей. Недурно. Я не понимаю, зачем нам нужен этот сеанс, когда деньги, которые мы получили от шахматной секции, вполне хватило бы на 2 билета. Вы думаете? Я уверен, сегодня был пароход Карл Липхнект. Мы могли спокойно доплыть до Астрахани и ждать там приезда театра. Я не могу оставить концессию с 20 рублями. И потом... Вы пожилой человек. Вам надо хорошо питаться. О себе не говорю, зато теперь поплывем с комфортом. Побьют. Лис, конечно, есть. Но, как говорил на логичных ситуациях Кай Юлий Цезарь, жребий брошен. Вот вам 5 рублей, идите на пристань, наймите лодку и ждите меня на берегу, пониже амбара. Обо мне не беспокойтесь. Я сегодня в форме. Не надо! АПЛОДИСМЕНТЫ Остап скользнул взглядом по шеренгам черных, которые окружали его со всех сторон, по закрытой двери и неустрашимо принялся за работу. Он подошел к одноглазому и передвинул королевскую пешку с клетки Е2 на клетку Е4. Одноглазый сейчас же схватил свои уши руками и стал напряженно думать. По рядам любителей прошелестело. Красмейстер сыграл Е2-Е4. Остап не баловал своих противников разнообразием дебютов. На остальных досках он проделал ту же операцию. Один за другим любители погружались в лихорадочные рассуждения, освежая в памяти сложные варианты, при помощи которых надеялись сдаться Красмейстеру хотя бы после 22-го хода. На третьем ходу выяснилось, что Красмейстер играет в 18 испанских партий. В остальных семи черные применили хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бостап узнал, что играет такие мудреные партии, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. С необычайной легкостью и, безусловно, ехидничая в душе над отсталыми любителями, Красмейстер жертвовал пешке тяжелые легкие фигуры направо и налево. Одному любителю он пожертвовал даже ферзя. Любитель пришел в ужас и хотел было немедленно сдаться, но только страшным усилием воли заставил себя продолжать игру. Гром среди ясного неба раздался через пять минут. Вам мат, товарищ Красмейстер. Остап проанализировал положение, позорно назвал ферзя королевой и высокопарно поздравил победителя. Пора удирать. Пора, брат, пора. Вы не так коня поставите, товарищ Красмейстер. Конь так не ходит. А как же, по-вашему, ходит конь? Вот так. В течение ближайших семи минут Красмейстер проиграл еще десять партий. Потом еще четыре. Назаревал конфликт, и Красмейстер сам пошел на его обострение. На одиннадцатой минуте сеанса одновременной игры с доски одноглазого любителя исчезла ладья. Только что на этом месте у меня стояла ладья, а теперь ее нет. Нет, значит, не было. Не было, была. Я ее выиграл. Когда? На каком ходу? Если хотите сдаться, так скажите, что вы у меня голову морожите? Еще через полтора минуты одноглазый любитель сказал свою последнюю фразу. Позвольте, товарищи, у меня все ходы записаны. На что Красмейстер ответил меткой фразой. Контора пишет. И чтобы фраза прозвучала убедительней, Красмейстер зачерпнул в горсть несколько фигур и произвел памятный бросок в голову одноглазого противника. Был лунный вечер. Остап несся по серебрянной улице легко, как ангел, отталкиваясь от грешной земли. Тщетные усилия васюкинских любителей, как известно, завершили с перевернутым баркасом на середине Волги. С добрым утром, Киса. Я пришла к тебе с приветом. Рассказать, что солнце встало и уже, кажется, где-то там затрепетало. Разве уже Астрахани? Это не Астрахани, как говорил антитаккер. Это много хуже Астрахани. Быстро собирайте вещи, мы сходим с парохода. Что за новости? С какой стадии? По полученным данным, пароход Скрябин закончил тиражные манипуляции и плывет один без театра. Куда же девался театр? Театр выгрузился и отправился на гастроли в Пятигорск. Каким же образом мы доберемся до Пятигорска? О, умница! Именно этот вопрос хотел вам задать. Кстати, вы умеете ездить с Зайцем? Кем? С Зайцем. Ах, Зайцем? Попробуем. Киса. Сколько цен вы почерпнули, общаясь со мной. Как вы выросли? Да уж. Как возмужали? Да уж. Не хмурьтесь, предводитель. Через несколько дней мы будем пересчитывать сокровища вашей тещи и запивать их нарзанам. Выше голову, киса! Нас ждет всесоюзная здравница. Минеральные воды. Раз, два, три, четыре. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ах, киса! Мы с вами чужие на этом празднике жизни. Третий раз ночевать у нарзанного источника я не в состоянии. Я больше так не могу. Может быть, вам проникнуть в театр и ночевать на искомых стульях? Вы знаете, что это невозможно. По-моему, там ночует чуть ли не весь коллектив театра. Я не слышу конструктивных предложений. Я тоже их не слышу. У вас плохой слух, мой друг. Вон идет очередное мое конструктивное предложение. Причем идет одно без посторонней помощи. Что случается с ним? Крайне редко. Монтер театра Мечников, замеченного на рынке во время сбыта предметов театрального реквизита. Человек, так сказать, несущий искусство в массы. Мы сразу подружились. Что с нашей мебелью? Слушаю вас внимательно. Наша мебель будет ваша с нашим удовольствием. За все дело десятку. Ну, Дуся, вы меня озлобляете. Сколько хотите. Имущество казенное, говорю вам, как человек, измученный нарзаном. Мне ваши минеральные воды вогде. Хорошо. Берите 20. Согласны? А? По глазам вижу, что согласны. Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Хорошо излагает собака. Учитесь. Когда будут стулья? Утром. Утром деньги, вечером стулья. Или вечером деньги, ночью стулья. А лучше сейчас стулья, а завтра деньги. Дуся. Я, как человек, измученный нарзаном, долго беседовать не смогу. Я и рад бы, но ваши условия душа не принимает. Окончательный ответ? Ответ есть эквивалент мысли. Ну, хорошо сказал. Вот досада. Деньги прибудут только завтра по телеграфу. Тогда и будем разговаривать. А пока счастливо оставаться. У меня сейчас генеральная репетиция, а силы мои на исходе. Кончились силы. Сколько времени потребуется, чтобы достать деньги? Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Нужно только 20 рублей, чтобы сокровище стало нашим. Тут нельзя брезговать никакими средствами. Нельзя, нельзя. Пан или пропал. Выбираю пана. Вы? Я тоже выбираю пана. Тогда снимите пиджак, предводитель. Поразу, чтобы я не делаю. Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Ну, что вы делаете? Спокойно, мой друг. Что вы делаете? Этот пиджак я ношу 15 лет. Он все как новый. Ну, что вы делаете? Без лишних разговоров, киса. Пожалуйста. Будьте серьезную шляпку. Что вы хотите делать? Пожалуйста. Ближе к источнику, пожалуйста, умоемся. Ну, что вы делаете? Теперь вы дозрели и приобрели возможность зарабатывать деньги честным трудом. Французский язык знаете, надеюсь? Очень плохо в пределах гимназического курса. Ну что ж, будем орудовать в этих пределах. Можете вы сказать по-французски, господа? Я не ел шесть дней. Хорошо. Это все? Месье, я не могу. Один, два, четыре, шесть, шесть. Ну и произношение вас, Кисулев. В каких пределах знаете немецкий? Зачем мне все это? Затем, что вы сейчас пойдете к цветнику и будете на французском, немецком и русском языках просить подаяния, упирая на то, что вы бывший член Государственной Думы от бывшей кадетской фракции. Весь чистый сбор поступит монтеру Мечникову. Поняли? И Полит Матвеевич преобразился. Грудь его выгнулась, как дворцовый мост. Глаза метнули огонь, усы стали медленно приподниматься. Ай-яй-яй-яй, посмотрите на него. Это не человек, какой-то конек, горбунок. Никогда. Никогда Воробьянинов не протягивал руки. Ах, вы не протягивали руки. Не протягивал. Так протяните ноги, старый идиот. Как вам нравится этот альфонсизм? Три месяца живет за мой счет. Три месяца я его пою, кормлю, воспитываю. А этот альфон становится в третью позиция. Я, ну вот что, товарищ, довольна? Одно из двух. Или вы ща же идете цветнику и приносите вечеру десять рублей, или вас автоматически исключаю. Число пайщиков, консионеров. Считаю до пяти, да или нет, раз! Грирьер! Семьи, шеене марш по Сежур, гэбэнзи мэр эйдвас копек аф дрэм стукброд. Господа, Па, принимаешь па, дежур, господа, подайте что-нибудь бывшему депутату, бывшей кадетской фракции, бывшей государственной думы. Вечерк, еще не бажешь па, сидишь, ебель забил. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Инженер Брунс сидел на стуле того самого гарнитура, ордера от которого, в порядке злой шутки, были вручены в свое время архивариусом Коробейниковым отцу Федору. Инженер Брунс не мог предполагать, что отец Федор напал на его след и в настоящее время стремительно приближался к окрестностям Батума. Мусик, Мусик, мы будем сегодня обедать в конце концов или нет? Две минуты, ты не можешь подождать? Две могу. И в этот роковой момент перед ним предстала бывшая духовная особа, надломленная безуспешными поисками сокровищ, духовная и финансово истощенная, и к тому же измученная длительными странствиями. Вы инженер Брунс? Да, я инженер Брунс. Батюшка! Встаньте, не верьте. Пожалуйста, встаньте! Не встану, Батюшка! Идите, не верьте к нам, прекратите! Мусик! Не встану, Батюшка! Мусик, посмотри, что делается! Ну что, Тюбая, не встаньте, поделается, прекратите! Что? Что? Матушка! Ха-а, на вас, Матучкой! Не встаньте! Садитесь, садитесь! Садитесь, садитесь! Не смейте! Садись! Гамская работа. Да, да. Системный гарнитур. Да, да. Ну! На двенадцать. Да. Продайте! Продайте, люди добрые! Продайте! Не Хрестом Богом! Хрестом Богом прошел! Пол России! Пол России обошел! То есть, как это продайте? Какой стать? Продайте! Двадцать рублей кладу! Смотри, опять попался. А приопозначьте целую! Ну, не корысти же ради! А то, как только в исполнении воли пославшие бяжены! Так! Сейчас растения нам уничтожат! Продать ему разве стуля! А? За двадцать рублей! Двадцать? Двадцать рублей? Ну, положим, за двадцать я не продам! И за двести не продам! Да? Пятьдесят рублей! Прекратите этот торг! Прекратите невесту! Ну, я не могу работать! Восемьдесят! А? Восемьдесят! Прекратите невесту! Мусик! Я этого не переживу! Мусик, скажи ему русским языком! О, Господи, двести пятьдесят! Не меньше! Восемьдесят! Прекратите немедленно! Мусяк, я этого не перенешу! Восемьдесят пять! Мусяк, я сейчас над собой чего-нибудь сделаю. Девяносто! Да-да! Девяносто пять! Двести пятьдесят, не меньше! Мусяк, я от него не сом. Мусяк, я этого не переживу! Возьми себя в руки, не уступай ни копейки! Сто двадцать пять! Двести! У hospitality! В 됐 pertoatus! В черпе! Уби с ним! São ли уехали? На двадцать! На двадцатку lại открыты stabильные, Нучились, что-то. Двести рублей. Косень с ченом осенний, вечный доколь подавес, и сотвори ему вечную память. Театр уезжает на гастроли. В Тифлис. Интересная новость, а где можно найти монтера Мечникова? Монтера Мечникова теперь вряд ли найдешь. Он вчера где-то деньги достал, ну и озлобился. На кого озлобился? Ну вообще, и на минеральные воды, он давно обещал. Но где его найти? Так его уже отгрузили. Как отгрузили? Прямо в кофр, ящик, дырочки просверлили, чтобы не вздохнулся, и отправили. Первой машиной уехал. Вот имей после этого дела с творческими работниками. Киса, нужны срочно деньги на дорогу. Мы едем в Тифлис на автомобиле по военно-грузинской дороге. Очаровательные виды, свежий горный воздух и в финале всего 150 тысяч рублей. Есть смысл продолжать заседание. Однако пересечь кавказский хребет на транспорте концессионерам не удалось. Утром 19 июня участники концессии перешли Терек и углубились в долину, двигаясь по военно-грузинской дороге. Одновременно со стороны Тифлиса в Дарьяльское ущелье мерным солдатским шагом вошел отец Федор, возвращаясь на родину. При переходе через Крестовый перевал, 2345 метров над уровнем моря, его укусил орел. Расстояние между враждующими сторонами медленно сокращалось. Мел, со мной. Я лезу. Как вам эти горы, кисуля? Ничего себе. А по-моему, слишком много шику. Дикая красота, воображение идиота, никчемная вещь. Единственное, что радует эта надпись. Смотрите, какая прелесть. Мы тоже должны что-нибудь оставить грядущим потомкам. Что вы скажете за киса и ося здесь были? Мел, со мной. Я лезу. Куда девал сокровища? У бедной тещи! Товарищ Бедер! Бах! Конкурирующая организация! Бедер! Держите батюшку! Батюшку! Батюшку украл нашу с вами! Отец Федор не выдержал муки преследования и быстро полез на совершенно отвесную скалу. Стой! Стой! Отдай колбасу, дурак! Вернись, я все прощу! Но он уже ничего не слышал. Отец Федор очутился на ровной площадке, забраться на которую не удавалось до сих пор ни одному человеку. Отцом Федором овладел тоскливый ужас. Он понял, что слезть вниз ему никак не удастся. Ночью он ревел так, что временами заглушал терек. Обратите внимание, товарищи, справа вы видите развалины замка царицы Тамары. Слева поселился живой человек. Как туда попал и чем живет, неизвестно. Видите слева живого человека? И дикий же народ! Да. Дети гор! Через 10 дней прибывшая из Владикавказа пожарная команда сняла отца Федора соответственной кручи. Что это? Окрайна Тифлиса. Городок кажется неплох. Я голодаю вот уже вторую неделю. Наберите стержень, Игис, а мужайтесь. Через несколько дней я подарю вам этот город. Я великодушен. Вы получите 25 рублей и 3 дня на разграбление города. Вам хватит трех дней? Оставьте эти идиотские шутки. Я не шучу, друг мой. Обратите внимание на тот столик. Вы узнаете этого человека? Кто это? Господин Кислярский, владелец одесской бубличной артели московской баранки, а также активнейший член союза Меча и Орала. Это моя фортуна, Киса. Запомните, сейчас вы снова гигант мысли и... Отец русской демократии. Умница. Если я не вскрою его на 500 рублей, можете плюнуть мне в глаза. Хорошо. Мы, кажется, знакомы. Перед вами особо приближенная к императору. Гигант мысли и одновременно отец русской демократии. Да уж. Не обращайте внимания на его костюм. Это для конспирации. Прикажите подать что-нибудь. Да. Хорошо, дорогой. Все сделаем. Так вот, за нами следят уже два месяца. Особенно вон тут с усами, видите? Следит. Вот он. Следит. И завтра на конспиративной квартире нас ждет засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас. Да? Уж. Кажется, он близок к обмороку. Только бы не свалился раньше времени. Этого человека не бойтесь. Мы уберем его сегодня вечером. он слишком много знает. Да уж. они надеются нас взять живьем. Дети. Они не знают, что теперь нас трое. я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть? Не смогу. гиганты мысли. Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом. Но посильную финансовую помощь я оказать могу. Вы прошу, вы верный, нет, нет, прошу, обидите, вы верный друг отечества. Я думаю, что 200 рублей. 500 рублей могут спасти гиганты мысли. Скажите, а 200 рублей не могут спасти гиганта мысли? Я полагаю, что торг здесь неуместен. Браво, киса, браво. Что значит моя школа? И так придется еще раз насладиться бессмертным творением. А что потом? Потом мы незаметно останемся в театре, спрячемся где-нибудь за кулисами, подождем, когда в театре не останется никого, кроме нас и... Мама! Давайте его сюда. Не дам. Это мой стул. Бунт на корабле? Это мой стул! Придется наказывать. Ах ты! Старая калоша. Мерси. Все? Все. А больше не надо? Больше не надо. И больше никаких претензий предполагать будет. Будет все нормально. И сегодняшний день все хорошо будет. Все хорошо будет. Все. Быстро сюда стул, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Сюда, пожалуйста. Ничего. Киса, повезем вас в Москву. Подлечим. Да уж. Теперь у нас остается сто шансов из ста. В дождливые дни конца октября Ипполит Матвеевич пребывал в скверном душевном расположении. За полгода бриллиантовой скачке он потерял все свои прежние привычки. И походка у Ипполит Матвеевича была уже не та, и выражение глаз сделалось дикое. По ночам его мучили кошмары. По ночам его мучили кошмары. Стоятью перевернутой ветром страницы и... скидантовой скачке. Скидантовой скачке. Скидантовой скачке. Скидантовой скачке. в клуб мы пойдем перед рассветом. Лучшее время. Шторажи спят, и видят сны. А сейчас... советую вам немного отдохнуть. Киз, я давно хотел вас спросить... а зачем вам столько денег? Как зачем? Ну, что вы на них купите? У вас же нет никакой фантазии. Ей-богу, кисуля, вам 15 тысяч за глаза хватит. И потом вам деньги вообще не нужны. Вы уже старенький. Знаете, кис, я вам ничего не дам. Возьму-ка себя в секретарей. Испугались? Не бойтесь, я пошутил. Пошутил. Лед тронулся, господа присяжные заседатели. Лед тронулся. Заседание продолжается. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю. Что наша жизнь игра, и кто ж тому виной, Что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант, и мой душевный жар Не заслужили скромный гонорар? Пусть бесит, да ветер жестокий В тумане житейских морей. Беленет мой парус такой одинокий На фоне стальных кораблей. И согласитесь, какая прелесть Мгновенно в яблочко попасть почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот И прямо в руки запретный плот. О, наслаждение, скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор Оставьте до поры, вы оцените красоту игры. Пусть бесит за ветер жестокий В тумане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий На фоне стальных кораблей. Белеет мой парус такой одинокий На фоне стальных кораблей. КОНЕЦ Этого не может быть. Этого не может быть. Ну что, солдатик, ходишь, бродишь, ни свет, ни заря? Клубом нашим интересуешься. Нет, понятно. Теперь все интересуются. Точно, солдатик, клуб у нас не обнаковенный. Другого такого нет. Почему нет? Во, недавно отстроили. А по какой такой причине нет, знаешь? Не знаешь. Вот она причина-то перед тобой стоит. Еще в старом клубе дело было. Закисался к нам стул. Самый обыкновенный стул. Только раз стал я с него листричество включать. Лампочку, значит, венчивать. Да как-то крутанулся, а обшивка стерва и треснула. А из-под нее бусинки посыпались. Осыпались? Ну я, товарища Красильникова, мы с ним обшивка-то распороли. А там буржуйского добра на великие тысячи упрятано. Где же они теперь? Тысячи-то, а вон они где. Разуй глаза, солдати. Клуб для них новый построили. Со всеми удобствиями. Со зрительным залом, с раздевалкой, боровым отоплением. Ну, со всем, что положено. Сокровище осталось. Оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям. Великолепное солнечное утро скатило с мокрых крыш на улице Москвы. Город двинулся в будничный свой поход. И Ипполит Матвеевич издал звериный крик, бешеный, страстный и дикый крик, простреленный на вылет волчицы. МОТОН Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok